так ну что мы сегодня будем говорить сегодня будем говорить про то как моделируется принятие решения и есть такая теория такая математическая математическая и это математической математической теория она такая была популярная ну и как и сейчас популярны дальше и она довольно много где используется и считать удобно но периодически возникает странные места а кроме того она вообще не описывает поведение такое эмоционально краткосрочное с которым собственно шертом трейдеры имеют дело поэтому если пытаться прайсить вещи которые ведутся коротким потоком быстрым да ну а например какие ну вот например есть такой паспорт option на очень популярный был среди ближний азиатских инвесторов вот у них есть 100 миллионов баксов они хотят играть в fx им банк продает на набор курсов в этот паспорт option и дальше они там месяц играют или образом год играют и когда они играют если пенел положительно него забирают если пенел отрицательные они ничего кроме вот премиума которые не изначально заплатили не платят в этом смысле такой это кол на пенел паспорт option и обычно устроено так что мало кто выигрывал причем что как его просить в общем примерно понятно если бы все было не орбитраж если была такая финансовая математика но на самом деле как-то банк почему то всегда выигрываю а клиент почему то всегда проигрывает еще следует что наверное как-то пройси ци неправильно по правильной математике пройти неправильно почему потому что есть поведенческие аспекты вот ну и то есть есть вещи где поведенческий аспект как бы неважно есть вещи где поведенческие аспекты важны второй пример другого сорта но тоже похожий как бы где вот это вот utility functions про который мы собственно будем разговаривать как бы тоже очень используется а по идее то в общем не надо бы использовать это tender option tender option большой бизнес хочет купить другой большой бизнес в другой валюте но не знает купит или нет вот а у них значит вот бюджет если купит то надо будет валюту из своей в их валюту поменять и в их валюте заплатить но зато если не купит то тогда этого ничего не надо да и и получается что ты становишься зависим от такого случая который в общем-то новым он так не очень статистически моделируются потому что то ли встретишь динозавра то ли нет это такое это даже не 50 на 50 и обычно это происходит с банками которые одновременно отвозят на м на потому что они знают детали потому что никакой другой банк не пустишь потому что все происходит за китайской стеной но тем не менее бизнесу надо как-то прайсить это и прославился в этом месте bnp париба очень давно потому что они были настоящие ребята французы кванты они умели писать utility functions вот и получалось что как-то прайсилась но не про то потом стало понятно что вроде прайсится но не про то потому что надо искать хэйдж потому что мы помним что есть важные вещи да и неважно сколько посчитается какое число тебе скажут что в конце концов все ведется вероятностью а именно даже невероятностью похожестью как-то произойдет делали не произойдет да это получается такое что как будут усреднение нету и есть такой вот элементе который как-то не усредняется и надо бы понять как ты будешь брать на него риск и как ты будешь его хеджировать вот это другая такая страна где utility functions тоже используется для того чтобы двигать и спросить вот и где бы надо понимать что же собственно за этими utility functions лежит вот такая вот проблематика это такая проблематика нашего первого часа да то есть поговорить о том из чего же возникают функции полезности в теории принятия решений хорошо а второй час мы уже поговорим о том почему же вот это так все не работает и почему на самом деле как надо на мозг смотрите какие есть всякие поведенческие баясы и почему это собственно короткосрочным трейдером который на экране торгуют это важно вот и что собственно нам надо знать как даривать и в трейдером какая собственно разница между реветив с трейдерами и кэш трейдерами и что собственно нужно про них знать и как нам про это надо думать вот вот такой план ну поэтому первая часть да как в прошлый раз мы все поделим на три части то есть мы прервемся после 40 минут потому что как-то я вспоминаю что это было популярно поэтому первая часть это такая собственно максимально формула будет во второй части будет максимально картинок а третья часть мы максимально побеседуем значит делите functions предположим есть набор да и мы говорим набор вещей там или решение или вопросов вот неважно вот есть набор и мы на этом наборе будем определять я отвечаю да или нет если это идет разговор о вопросах да или мне вот эта вещь больше нравится чем вот это или нет и вот предположим этот набор конечный на то как там надо упорядочить набор но для того чтобы упорядочить набор надо чтоб любые два элемента можно было сравнить да вот дальше нужно это такая полнота а дальше ну даже нужно сказать что если я этот люблю больше чем этот а этот люблю больше чем это то и вот этот я люблю больше чем типа левый люблю больше чем брак на то и должна быть транзитивность вот условия транзитивности такое очень нетривиальное условие несмотря на то что она вроде бы понятное на самом деле условия транзитивности далеко не всегда присутствует и классический пример который вы найдете в толстой книжке это голосование если вас комитет из трех людей папа мама и сын да и они говорят так конечно мы не договоримся куда нам пойти в театр на рок-концерт или покататься на коньках но мы сделаем так как чтобы большинство было хорошо и соответственно возникает упорядочение такое сын предпочитает что-то мама предпочитает что-то ну сын что предпочитает сын предпочитает рок-концерт опять здесь будем оставлять на племя здесь будем писать и как так просто разговаривать на то есть сам сын предпочитает рок-концерт айскейтингу а это опере да дальше есть мама дальше есть папа значит мало предпочитает наверное оперу и так понимаю потом видимо айскейтинг потом видимо рок-концерт если не ошибусь да вот и папа предпочитает покататься на коньках потом оперу потом уже рок-концерт ну и все и вот теперь если попарно сложить понять как бы я начинаю выбирать между рок-концертом и покататься на коньках да то будет что покататься на рок-концерт будет лучше чем покататься на коньках да а опера будет лучше чем рок-концерт да но если аналогично посмотреть покататься на коньках окажется лучше чем рок-концерты за сына и папы ну и все и получается что вот возникает такая петля до да и транзитивность нарушается но и такой очень известный пример его все очень любят и он так и он кажется слегка академическим да почему в группах мы все делаем не так как если мы сами по 1 по одному себя выбирали но это вроде не очень важно потому что мы же хотим строить теорию как аккумулируются кривые спроса и предложения а там мы вроде все выступаем по одиночке мы же не голосуем какая нам хлеб больше нравится такой ли такой под можете это такой искусственный пример но тем менее это говорит о том почему демократии типа тяжело живется да потому что в общем то если ты начинаешь решать голосованием то вот функцию полезности не построить когда еще нарушается транзитивность транзитивность нарушается если у нас есть то что называется фрейминг привет если у нас есть фрейминг да то есть когда задавая вопрос я на самом деле отчасти фрейм ли ситуацию так что ответ на следующий вопрос на он как бы определяется если я сформулирую вопрос как как потерю или как приобретение наша реакция вообще говоря будет разная вот из-за того что возникает вот этот фрейминг и в какой последователь создавать вопросы начинает быть важно да собственно эта транзитивность тоже уходит и вот это вот очень интересная тема почему она такая интересная на что для тех кто занимался дифференциальной геометрии они помнят что как только возникают нетривиальные петли а вот это вот на самом деле такая нетривиальная петля до в пространстве решений все возникает нетривиальная кривизна как только возникает нетривиальная кривизна ну вот представление прошло что такое философия да мы начинаем задавать друг другу вопросы ты там веришь богу не веришь бога материя первичная или сознание да там там ребенка бить хорошо или плохо ну вот так и такого как бы мировоззренческие вопросы да и мы начинаем отвечать да или нет когда мы отвечаем да или нет на самом деле выбираем один из один из новый один из один из сторон вопроса да так вот если так получается что когда я задаю вот эти вопросы моя моя собственно алгебра вот этих вопросов перестает быть коммутативно значит что представление такой такой алгебра не многомерные и дальше возникают такие куски не пересекающиеся артарга ортогональный в котором живут люди которые представляют вот это вот ну как которая собственно составляет это представление и они ортогональны другу они другого никогда не поймут поэтому как только есть фрейминг и как только есть вещи которые ломают транзитивность ну фрейминг в том числе потому что социальный фрейминг это одна из самых таких больших вещей про которые люди которые про фейминг говорят рассказывают да это такая социальная пресса когда нас нас растят у нас закладывают с детства определенные воззрения вот эти воззрения фреймят нас вот поэтому собственно возникают такие очень разные общества которые не могут друг друга понять но вот если от этих всех интересных но не очень сегодня наших центральных примеров мы уйдем то что получится что если полнота есть если x лучше чем y y хуже чем x да и есть транзитивность то тогда можно построить функцию полезности ну потому что конечно множеством и все упорядочим каждый который лучше предыдущего будет на на единичку больше функции полезности чем предыдущего то построили функцию полезность она растущая функция соответственно мы можем сказать если значение функции полезности на этом элементе меньше чем на этом то этот элемент хуже чем он тот такой общий подход дальше начинается интересно начинается но такая общая наука это о том как строить кривые спроса предложения как чтобы они пересекались и так далее вот это не то что нам интересно нам интересно как собственно люди принимают решения в условиях неопределенности да потому что это не 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 разговор о том я хочу сегодня больше денег заработать или меньше это разговор о том что я не знаю обычно происходит так вот эти вот пример который мы сегодня будем возвращаться и возвращаться до очень много народу торгует relative валию что такое relative валию что то куплю что-то продам вот эта акция да она очень перед переоценена вот это вообще не переоценен она вот недооценен вот и при этом в этой моно много кэш и а это просто разгоненная такая да при этом я вообще-то не знаю рынок то ли упадет еще на 50 процентов то ли отралит я не знаю поэтому банк тебе приходит или ты приходишь на смарт-лаб вот и начинаешь смотреть вот этот плохой этот хороший давайте этот продадим этот купим relative value трейдинг такой да значит что в этом relative value трейдинге присутствует нем присутствует неопределенность потому что во первых есть на самом деле два источника неопределенности первый источник неопределенности вообще непонятно вообще непонятно сойдутся вот возникает щель между акциями сойдутся это щель не сойдется когда она сойдется может она разойдется сначала и там как-то меня вот да это первый источник неопределенности а второй источник неопределенности это а если завтра вообще все сломается завтра вот вот россия перестанет торговаться рынке закроются деньги никогда не достану вот такой возникает тэйл да ну да то есть возникает тэйл да и легать так вы знаете вот этой акцией вот вот в этой акции мы больше не торгуем да и ты случайно так получилось что ты ее шорт ее нужно откупить на и этот вот шорт тебя и он строк со становится спешил или банды становится спешивать а выносит на шортах вот такой вот вторая вторая сторона случае ну и что это значит это значит что ну вероятность этого велика или мало ну мало конечно ну это же так вот ну мало же вероятно ну как же сургут же ну как же нет же да вот поэтому возникает на самом деле то что называется лотерея то что он сейчас описал это на самом деле такая составная лотерея то есть лотерея это когда у нас есть сколько-то точечек исходов, каждому исходу приписывается некая вероятность. И вот это предположение о том, что предписывается вероятность, оно уже очень сильное. Мы о нем потом будем говорить. Ну вот, приписывается сумма этих p, должна быть равна единице. Ну и обычно очень любят люди рисовать то, что называется симплекс. И все лотереи, вот если это p1, это p2, это p3, вот эта плоскость, которую я нарисовал, это такая плоскость, которая этим уравнением задается. Ну и соответственно, какая-то конкретная лотерея, это точечка внутри. Может быть вырожденная, может быть вот здесь будем, или вот здесь, или вот здесь. Ну прекрасно, это такая простая лотерея. А теперь представим, что у нас одна лотерея, а потом еще другая лотерея. Давайте я ее q буду называть. Вторая лотерея, q1, q2. И q1 плюс q2 равно единице. И вот здесь, если выпадает q1, то мы играем в эту лотерею. А если выпадает q2, то мы играем в какую-то другую лотерею. Лотерея 3. То есть лотерея из лотереи. Вот это такая составная лотерея. Ну как эта лотерея 3, например, может выглядеть? Ну вот эти вот новые, это будет 0, p1 штрих, p2 штрих, p3 штрих. И сумма единиц. То есть выкидывается первое состояние, например, для простоты. То есть возникает такая лотерея из лотереи. И вот на этих лотереях мы, собственно, теперь начнем заниматься. И будем об этом думать. Как же, собственно, построить функции выбора игры в лотерею? Вот теперь я принимаю решение, собственно, функцию, которую я сейчас начну строить. Она будет мне говорить, я вот эту лотерею предпочитаю больше, чем вот эту. То есть у меня есть распределение какое-то равновероятностное внутри исходов. Я вот это распределение люблю больше, чем вот это. Ну хорошо. И дальше разговор такой. Ну прекрасно. Если есть полнота, да, хорошо. Транзитивность, хорошо. Дальше. То есть вот если вот все стандартные аксиомки выполняются для той вот простой функции полезности, про которую мы поначалу говорили, да, когда все просто и понятно. Если вот они все выполняются, а кроме того, есть еще такой момент. Есть еще непрерывность. То есть вот эта вот лотерея, например, да, я ее обзову так L. Ну, я дайте знать с этой страны. L. Да? И она на самом деле эквивалентна набору P1, P2, P3 ник. Вот. Вот теперь, предположим, у меня есть лотерея L, да, и лотерея L1, L2. Вот если я теперь придумаю такую... Да, и предположим, я лотерею L1 люблю больше, чем лотерею L2. Так вот, если теперь я могу сюда добавить маленькую еще такую... То есть вот от такого состояния перейти к αL1 плюс 1 минус αL некой вот такой со шляпкой. И вот это вот α... Хорошо, давайте я, значит, вот так напишу лучше. Вот так вот. Да? И вот если для какого-нибудь очень-очень маленького α по-прежнему будет вот так, то называется непрерывность. То есть я беру соотношение и немножко его возмущаю. Ну, скажем, бесконечно мало возмущаю. Если мое состояние выбора по-прежнему вот это лучше, чем вот это, ну, потому что она же на очень-очень много большую часть состоит из того же, из чего она и была, а там-то мы знали, как мы любили, да, вот, то тогда это непрерывность. Ну, такое безболезненное свойство, да, ну, там на одну десятитысячную добавлю немножко. Мне же нужно, чтобы это держалось, чтобы существовало хотя бы какое-нибудь маленькое α, что это справедливо, да, больше нуля. Так вот, если я вот это держу, то это называется непрерывность, да, свойство. Вот оно, это свойство, оно удивительно или нет, если мы вот начнем об этом думать реально. Ну, он все сюда попадает или нет? Ну, так себе, нет, конечно, не все. Потому что, предположим, мы играем так. Ну, вот вы играете в лотерею, там платите рубль, да, возможно, вы играете трид, или там этот свой рубль проиграете, ну, и вероятность там в вашу пользу. Ну, разговор такой, что, да, давай сделаем так, но, может быть, с одной десятитысячной, да, тебе пуль в голову, семья разоряется, дети на улице. И ты так думаешь, да, ну, нафиг, это три рубля, в конце концов, погода уж не делает никак в моей жизни, да, а вот пуль в голову точно нет. И моя бедная семья, и вот это вот, это вот нет, вот, вот нет. И вот это вот на самом деле, да, разговор о том, что все, непрерывности у меня нету. Соответственно, то, про что я вам дальше буду рассказывать, это неверно. Да, но, предположим, вот мы вот эти вот ужасные случаи, да, хотя они на самом деле не такие ужасные, в трейдинге на самом деле они не такие ужасные, потому что как раз хвостик всегда маленький, а обычно это эквивалентно пули в голову. И жена на улице с детьми, да, ну вот по-хорошему так должно было бы быть по уму-то. Вот, ну, а так нет, так ты меняешь работу, полгода дома. Эль с крышечкой где? Вот это вот, это какая-то новая, такая новенькая лотерея. Какая-то маленькая добавочка. Это, собственно, с очень маленькой вероятностью пулю в голову, да, а почти 100% минус мало-мало-мало, ничего не произойдет. Вот такая у вас дополнительная новая лотерейка возникла. Ну вот, и что? Я не читал всего Талеба, я не знаю, об этом он все это пишет или нет. Ну да, давайте надеяться, что об этом. Это к нему вопрос же? А где он? Ну, почему мы видим? Нет, а там такой же, что... Так, пошли дальше. Давайте клуб, клуб любителей Талеба в соседней комнате. В соседней комнате. Какая-то ущерба, а где-то минусальба, что не будет. Вот это вот, это вот, я раньше любил L1 по отношению к L2, так вот у меня почти такая же и осталась лотерея. Да, ну просто с очень маленькой вероятностью, да, может быть возникнуть другая, которую, ну вот, я не могу вытерпеть. Так вот, если такая ситуация, и если, да, и если все погибли по дороге, да, мои родные с этим телетрясением, то я такого принять не могу. Вот, ну вот, собственно, вот о чем разговор, что мой порог боли 0, он не 0,1, не 0,2, а мой порог 0,0, да? Все, тогда непрерывности нет. Пошли дальше. То непрерывность есть, да, хорошо, непрерывность. Дальше. Другое замечательное свойство, ну, собственно, то, что мы хотим требовать, да? Это вот такое. То есть, если у меня что-то было, и я из этого составляю новую такую лотерею, причем с каждой стороны эта лотерея, правила игры одни и те же. Ну, кубик выпадет, с этой стороны окажется лотерея такая же, как здесь, поэтому мне, по идее, должно быть это параллельно. А если кубик выпадет так, что, ну, вот это альфа реализуется, ну, тогда у меня старый, я знал, как ее любить. Ну, там, я ее любил до этого так. Вот это свойство, это свойство непрерывности. Вот это свойство, оно, но оно очевидное такое. Да, так глазом-то смотришь, ну, почему нет? Взяли на альфу, ну, образно говоря, как в уравнении Шридингера, почему дт нельзя сократить? Взяли на альфу, да множили, единицы минус альфа, эль штрих добавили, ну, все. Ну, почти тождество, ну, почему не тождество? Один, а этот штрих одинаковый. Вот, все прекрасно. Значит, условия непрерывности. Чем она отличается от первого условия непрерывности? Нет, потому что в первом нужно, первое было, это не непрерывно. Первое было полно, сейчас я скажу, как называется. Правая часть была другая в первом. Нет, в первой, если ты можешь добавить бесконечно малое любой, да, то это, по-моему, как-то называлось. Вот это, собственно, называется непрерывностью. Вот. А если вот, да, неправильно сказал, да, забыл, я вспомню. Вот. А здесь, ну, вот так вот, если можно добавить, и по-прежнему это верно, да, не для любого альфа, ну, в смысле, не для бесконечно малого альфа, да, а для любого альфа, все, то вот это как бы держится. Так вот, это тоже неочевидное свойство. Ну, с одной стороны, с одной стороны, как бы очевидное, да, почему очевидное? Ну, давайте предположим, что это не так. Да? То есть, есть люди, которые вот это любили бы в эту сторону, а вот, тем не менее, если бы мы сколько-то добавили, любили бы в другую сторону. Тогда существует арбитражная операция. А именно, человек начинает играть вот в такую лотерею, да, и мы к нему приходим и говорим, дорогой друг, я знаю у строителей лотереи, организаторов, да, дай мне, пожалуйста, 10 рублей. Я сейчас побегу и договорюсь, что лотерея, в которую ты будешь играть, это будет не вот это, а вот это. Ну, тебе же такая нравится больше, вот по этому знаку. Он говорит, ну, ну да, хорошо, за 10 рублей я готов сыграть вот в эту. Ты говоришь, прекрасно, все, прибегаешь к организаторам, говоришь, так, значит, клиент готов играть вот в такую лотерею, ну, вот в такую лотерею, да, значит, я сейчас по отношению к организатору, для тебя вообще ничего не изменится. Ты играй, первый раз бросаешь кубик, как раньше ты бросал. Ну, если выпадет вот этот, ну, как бы вот альфа, да, то я с тобой сыграю в L1, а ты с ним сыграй в L2. Да, то есть я возьму разницу, я беру на себя этих лотереей. Ну, а если выпадет L', то тогда как раньше было, тогда разницы нет никакой. Организатор соглашается, у него лишний рубль появляется, кидается кубик, все, получается L'. Я говорю, ну, все, ничего не изменилось, мы все разошлись, организатор стал дороже на рубль, мы стали дороже на 9 рублей, клиент счастлив. Мы заработали. Если, тем не менее, реализовался вот этот вот альфа, реализовался L2, мы что делаем? Мы одеваем тот же колпак, бежим к клиенту и говорим, так, дорогой друг, тебе выпало играть в L2, но тебе же L2 нравится меньше, чем L1, дай мне еще 10 рублей, я побегу, передоговорюсь с ребятами. И вот мы бежим, передоговариваемся с ребятами, мы говорим, так, все назад, все назад, вот тебе еще рубль за беспокойство, мы еще 9 рублей себе, и передоговариваемся на L1. Итого, человек с удовольствием сыграл в свою лотерею, которая ему не нравилась, просто он еще 18 рублей, ну, 20 рублей сверху заплатил, два из которых получил организатор, и 18 получили мы. Все, мы арбитражер в этой ситуации. То есть, если человек нерационален, то, в принципе, в такой ситуации мы можем его арбитраж. Ну и что, это кажется таким теоретическим, теоретическим примером или нет? А это именно сложение лотереи, то есть, не может быть, какой-то другой оператор? Нет, вот устроено так, я кидаю кубик, в данной конструкции это именно сложение лотереи. Ну вот сложение в том смысле, как я его понимаю. То есть, вот когда я складываю их, это значит, я кидаю первый раз кубик, который определяет с вероятностью альфа я играю в эту, а с вероятностью единицы минус альфа я играю в эту. Я кинул кубик, реализовалась, он говорит, так, получился красный цвет. Мы говорим, прекрасно, это лотерея L1, или L2, или L2 в этой ситуации. При этом я нигде не был под риском. Я последовательно всегда был флэт по отношению ко всему, а клиент последовательно готов был платить, чтобы не оказаться в этой ситуации. Поэтому, если человек как бы вот не рационален в этом плане, то мы его будем стричь. Теперь, теоретическая ситуация. На самом деле, ситуация вообще не теоретическая. И для того, чтобы понять, что эта ситуация вообще не теоретическая, мы возвращаемся к нашему Relative Value Trading. И что такое Relative Value Trading? Это всегда акции то ли сойдутся, то ли не сойдутся. А кроме того, может произойдет какой-то ивент, который так вот все это разнесет, что вообще будет не до Relative Value, а просто вот хвост образовался. И приходит к тебе банк, и он тебе говорит, смотри, как хорошо, смотри, вот этот кредит хороший, этот плохой, давайте вот их вместе, там вот рейтинг арбитраж, там вот кэша дополнительный. Ты говоришь, да-да-да, я все понимаю, все понимаю. А какой у меня Тейл-эвент? Ну, там какой-то Тейл-эвент, ну, там это вниз, это вверх, ну, понятно, да. Хорошо, а может быть мы так сделаем, что мы Тейл купим? Давайте докупим Тейл. Давайте вот прикроем этот Тейл-эвент. Мы же примерно понимаем, что должно произойти для того, чтобы это все разошлось и вот эта Relative Value динамика, такая лотери в нашу пользу, да, перестала играть. Давайте его купим. И вот дальше мы начинаем, и этого, оказывается, это вообще очень нетривиальная точка зрения, когда человек начинает докупать хвост в Relative Value Trades. Вообще нетривиально. Почему? Потому что, во-первых, когда ты делаешь Relative Value, когда ты просто покупаешь там РТС, ну и дальше тебе размера же много не надо, пошел вверх 3%, все, ты молодец. А если ты начинаешь играть на разнице, то один ушел вверх 3,5%, а другой ушел вверх там на 3%, ты выиграл полпроцента, а тебе нужно было выиграть 3%, соответственно, нужно в 6 раз больше размер. Соответственно, как только у тебя в 6 раз больше размер, да, то есть у тебя в 6 раз больше Leverage, соответственно, выносит тебя в 6 раз быстрее. Поэтому хвоста надо докупать в 6 раз больше, да, а когда ты начинаешь докупать этот хвост в 6 раз больше размере, он как-то оказывается дорогой. Вот реально дорогой, да, и что мы дальше с этим делаем? Мы говорим, так вот, если хвоста докупить, так это Relative Value уже больше же нету. Говорит, да ты не обращай на это внимания, ну это ж такого же не будет, ну ты же понимаешь, вот, да, 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 и вот если так получается, что твоя Relative Value Trade, после того, как ты докупил хвост, перестает быть интересной, это значит, что все, что происходило внутри Relative Value Trade, ты продавал хвост. Просто тебе его так объяснили, ты сам по себе, тебе говорят, хочешь пулю в голову, или, например, продай путы на S&P, ну много, в 6 раз больше, там 10% вниз, ты говоришь, да вы с ума сошли, да денег мало, резервы капитала много, да ни в коем случае, да я книжку читал, там сказано, вот точно, на Экет путы никогда не продавать. То есть, ты вот это знаешь, да, но внутри Relative Value Trade ты это делаешь, и тебя это не смущает, да, а теперь я тебе говорю, смотри, ну вот ты Relative Value с Naked путом посередине делаешь, да, но при этом пут докупить не хочешь, да, и вот это на самом деле, это вот ровно такая же ситуация, я добавляю пут, и человек перестает этого хотеть, да, поэтому, это не ситуация, которая не бывает в жизни, раз, а во-вторых, почему Relative Value является интересным местом, почему нужно отслеживать, отслеживать Relative Value людей, и куда идет флоу, для того, чтобы понять, где же у людей будет больно, когда все сломается, да, почему Basis Trades были интересны, для того, чтобы понимать, про которые мы с вами на третьей лекции говорили, почему на третьей лекции было понятно, Basis Trades это руководитель, ну такой, индекс ликвидности, почему за ним надо следить, чтобы понять, когда все ломается, да, почему кривые, которые мы потом, там, в какой-то момент, когда мы будем говорить про то, что вообще все опционы, мы будем говорить, что вот торговля кривой, это такая тоже торговля гаммой, да, и мы вот будем это вот проходить, и там рисовать вот эти гаммочки все, когда ты на это смотришь, это тоже Relative Value Trade, ты торгуешь, протек, ну как бы защитой на кредит, в разные моменты, ну как бы в разные матюрити, это тоже Relative Value, структура капитала, да, до компании, это тоже Relative Value Trade, так вот, когда ты начинаешь отслеживать эти вещи, да, ты понимаешь, где, кто становится Over Exposed, ну и, просто чтобы это не было так, совсем голословно, мы тоже так болели, мы же тоже болели, мы, у нас был кредитный портфель, у нас там был 7-8 год, да, и, ну, хотя все кредитные менеджеры, они в основном Bases любили, потому что у всех кэша было много, у тех, у кого кэш был сравнительно дорогой, а у нас как бы кэш был сравнительно дорогой, мы играли в кредит, и мы замечали, что мы в кривые в эти входим по миду, то есть, вот ты идешь, опрашиваешь банки, и просто входишь по миду, и у тебя Mark2MarketHit к центру, ноль, ноль, и мы думаем, как же так все получается, а потом пришел 8-й год, да, и оказалось, что все, что мы наделали, мы везде были Short Tail, да, а кто оказался Long этот Short Tail, его оказался Long Bank, ну, а именно банки, то есть банки себе по нулю на книгу, покупали Tail, да, потому что мы пытались заработать лишние 100 штук в каре, да, потому что мы думали вот про этот Relative Value, грузили в Size, и эффективно продавали им этот хвост, и после этого, когда ликвидность ушла, кредит уширился, все стало против нас, и этот Tail, тоже такая интересная ситуация, из-за того, что Wall взлетел, мы сразу начали его видеть, то есть как-то все одновременно плохо становится, просто вот одновременно, и ликвидити уходит, и X позже ты начинаешь видеть, все одновременно становится плохо, вот, так вот тот, кто тебя сажает в Relative Value Trade, он покупает твой хвост, ну, вот такое лирическое отступление по поводу свойства, так вот, если это все есть, то есть вот, полнота, непрерывность, то тогда, то тогда есть такое интересное утверждение, что можно построить функцию U от лотереи, которая будет выглядеть вот так, ну, и там, да сколько там есть ауткамов, и эта функция линейная, и поэтому от комбинированной лотереи это будет как раз сумма простеньких лотерей, а кроме того, что понятно, что если у нас вырождены лотереи, то будет оставаться, сумма будет умирать, и будет просто Ui, да, Ui, это то есть utility определенного ауткама, когда мы точно знаем, что он произойдет, то есть это, собственно, такой стандартный, стандартный ход, такая классическая utility function, которую мы изначально говорили, вот, значит, вот это utility function называется Бернули, а вот это utility function называется Неймана, Моргенстерна, да, почему, потому что фон Нейман придумал теорию игр в 26-м году, а потом они в 44-м, а он, конечно, про экономику не очень думал, потому что у него были другие проблемы, им там бомбу надо было делать, ну, другие были проблемы у них, вот, а Моргенстерн, он как раз был наследник Хаека, то есть, когда Хаек уехал в Лондон, по-моему, как раз Моргенстерн стал директором института в Вене, и он был такой экономист, он, математика была тогда не сильная сторона у экономистов, и, приехав в Штаты, и вот, услышав фон Нейман, он так этому всему обрадовался, удивился, что, сказал, мы должны написать совместно статью, и они написали статью, и она какая-то была очень большая, и получилось, как будто она книжка, а не статья. И дальше, собственно, Моргенстерн ходил и всем рассказывал про это, и никто из экономистов его слушать не хотел, не хотел его слушать 10 лет, 20 лет, 30 лет, ну и постепенно, да, он, видимо, столько, стольким людям разным сходил, если мы вспоминаем первую лекцию, как с броновским движением, ну вот такая же ситуация, да, и функция как-то теперь это фон Нейман и Моргенстерна, и так далее, и вот теория игр, это теория не, как бы, кооп, не кооперативного выбора, да, ну и дальше, если тут каждый за себя, то тогда, вот может быть, мы так будем решать, если у нас группы, то вот вроде бы такую функцию не построить, как мы договорились, да, а если у нас цели другие, мы хотим не больше потреблять и зарабатывать, а счастливыми бить, то это такое вообще отдельное дело, и как социальное поведение вот описывать в этих рамках, это такая отдельная наука. Но что для нас здесь важно? Для нас важно, что вероятности известны, функции Ю построим, да, все, вот у нас есть теперь функция, которая нам позволяет говорить, какие принятия решения нам нравятся, а какие принятия решения нам не нравятся. Вот мы смоделировали принятие, если хотите, экономических, там неэкономических решений в условиях неопределенности. И когда ты вот этой всей истории не знаешь, и на самом деле, а это такая вот, к сожалению, теорема, это такая, к сожалению, медицинский факт, если ты этого не знаешь, ты просто смотришь, говоришь так, что надо просто усреднить, вот то есть функция utility, я понимаю, потому что если есть упорядочение и вот эта вот транзитивность, то все, будет функция utility, и что надо просто среднее взять и будет так? Да вы просто не знаете, что есть старшие моменты. Да вы не знаете, все не так просто, среднее вообще не описывает ничего в природе, надо же еще третий момент, четвертый, там же скью вот и ты приходишь такой физик да поскольку ты экономики же не учился в школе и оказывается что экономисты уже 50 лет считают средний от функции utility не знают ничего как им надо делать так вот нет ответ такой что там нету вот старших моментов здесь нет это вот то как надо делать это такой медицинский факт это средняя функция принятия решения вот в предположениях которые мы описали это среднее дальше функцию распределения п а что это значит что что значит а что может быть больше чем вероятно что надо еще задать если вероятности все знаешь что все дисперсию всю функцию распределения саша знаешь все знаешь можешь но почему но у странно было бы например не просто средний от у надо считать а может быть надо еще какой там средний от у квадрата там и плюс 1 3 от ю в степени 3 в средние вот как-то старшие моменты почему среди это мы считаем кто не пересекать что это значит у не пересекать вас три точки в каждой у сидит в каждой так ну хорошо то есть собственно вот о чем разговор до утверждения комбинации таких вот ну и первое что нам интересно здесь первое что нам интересно ну конечно линейность она очень помогает жить если мы еще как-то вот правильно выберем функцию вот эту вот маленькую бернулев скую то нам еще вот и считать все будет удобно а мы очень любим когда нам считать удобно и какие есть стандартные функции как бы для счета вот мы сейчас поговорим о стандартных функциях счета потому что есть такое понятие как рисковершен и соответственно есть параметр рисковершена если он постоянный или относительно постоянный ну вот это такой два класса функций значит прежде чем мы это сделаем приведу контр пример который я наизусть не помню но приведу его просто чтобы было понятно что как бывает тоже из толстой книжки то есть у вас такая лотерея можно выглядеть два с половиной миллиона баксов полмиллиона долларов и ничего не выиграть и первая лотерея устроена так вот вы мы выбираем между стопроцентно вероятностью выиграть полмиллиона долларов да а вторая лотерея с десятью процентов выиграть 2 и 5 89 процентов выиграть эти полмиллиона долларов и один процент ничего не выиграть ну кому какая нравится алёша какая тебе нравится лотерея не надо ничего считать чего здесь считать здесь нечего вторая что лучше так значит выиграть или проиграть вот 2 и 5 миллион либо можно прямо сейчас уйти с полмиллиона долларов домой либо мы начинаем играть и может быть вот сейчас полмиллиона вообще не случится что такое что такое на самом деле здесь получается от ожидания вот этой вот вещи это не денег это предполагает что что ваше ваше не задано я поэтому задаю вопросом какая вот если бы вы бы выбирали бы вот нет я сейчас я буду выстраивать из того что вы мне скажете то есть у меня другая задача сейчас с вами поговорю немножко и дальше построю функции полезности и буду вам эту лотерею продавать вот ну хорошо да то есть там чё полмиллиона долларов и уходим потому что данного просто те отдают полмиллиона долларов но хорошо то есть вот это вот l1 да она как-то вот лучше чем l2 хорошо другая лотерея 0 опять не 11 процентов зарабатываем полмиллиона долларов 89 процентов все теряем это плохо а здесь лотерея такая 10 процентов по-прежнему того что надо 0 и 90 нет это вот ли это это или это а потом это или это так что то есть вот такая да ну все а вот теперь это противоречивую это противоречивое решение вот и и как бы строится так говорится окей но вот если вот это лучше то у 2 больше чем 0 1 на у 1 плюс 0 89 на у 2 плюс 1 процент на у 3 до дальше от от обеих частей отнимается 0 89 у 2 плюс 0 0 89 у 3 и получается что это 0 11 у 2 плюс 0 89 у 3 больше чем 0 1 у 1 плюс 0 9 у 3 все а это в точности обратная ситуация а вы вот так выбирали все ну вот такой вот если людей собирают в группа вообще мы сегодня будем довольно много говорить о том что людей собирают в группы или сажают их в функциональный магнит резонатор и смотрят где у них кислород в мозгу и соответственно какими частями мозга они думают это такая вот собственно будет тема второй нашей части но тем не менее вот как-то начинают людей собирать в группы как не получается как по expected utility вне зависимости того какие у подставим не получается ну нет и мы и мы потом будем говорить на самом деле все что вы сказали это вообще все правильно просто просто вот эта наука она она не нет вот это вот я посту не так же происходит я сначала выбираю как устроен выбор а потом по ним зная вот эту вот штуку до нахожу у так вот если у построить не могу и у меня уравнение решаться то соответственно изначальные значит вот это вот решение было противоречиво но ломала кита окhicium вот это вот ломала оксиом это что выбралось хорошо ну доброе контрпример стандартный ответ какой ну просто я не понимаю что такой один процент вероятности там же был какой-то 1 процент вероятности да я вообще этого не понимаю вот и поэтому никогда очень маленькие вероятности когда очень большие вероятности или как-то вот непонятно то человек как-то не фиктивненько действует но это ничего потому что никогда же не бывает один процент вероятности да поэтому в реальных в реальных вот в таких вот решениях как бы люди будут тем не менее принимать себе принимать правильное решение а кроме того если я сейчас приду к вам и скажу вы же ошиблись вы ошиблись смотрите не получается ну вот до рационаленка не было вы же рациональненький правильно выгоди да да ссори вот в другую сторону здесь значок поставьте это тоже важно на самом деле это тоже полезно то есть если я вам прихожу и говорю вот потому как вы порешали и получается не как-то плохо вы ведь и хорошо тогда я изменю свое решение и это вы меняете и после этого все становится рациональненько ваша картина мира становится самосогласована и это тоже полезно то есть это такой как бы ретроспекте в такой взгляд на принятие решение дальше где еще бывает полезно предложим точечки так близкой выгоди да я не знаю то ли этот лучше то ли этот давайте к ним прибавим вот эти кусочки да как в в аксиоме непрерывности разведем их и после этого вам станет уже понятно что это лучше чем вот это да это тоже все происходит вот в рамках вот того что мы так договорились с вами принимать решение понятно значит теперь теперь если значки и их так много и все и мы знаем что такое дельта функции то давайте сделаем что это будет у от x df от x да ну то есть вот мы перешли в непрерывный предел но на самом деле не в никакой не в непрерывный предел если у нас дискретные носители то у нас будут дельта функции то есть мы перешли к кумулятивным функциям и они нам будут полезны на треть в третьем часу когда мы начнем говорить про моделирование и теперь разговор что ж такое риск лавинг или риск сикинг а что такое рисковерс вот если у нас есть некое количество денег хорошо рисковерс значит рисковерс это когда в какую сторону должен быть знак поставлен когда вот рисковерс мы вот эта вещь будет больше или вот эта вещь будет больше вот это вот средь ну как бы когда я не люблю брать риск вот у меня есть определенная величина и она реально равно среднему своему моего распределения а здесь у меня есть вот все распределено я не знаю риск вот это риск за это функция f вот это определенная вещь и мы берем функцию полезности на определенная вещь, то есть на вырожденной лотереи. А это такая невырожденная лотерея. Здесь реально все случайно. Где нам больше нравится? Определенная всегда лучше, чем неопределенная. Нет, ну ристикальная риска. Риска оверс, да, оверс. Все, я хочу убрать неопределенность. Вот, если я сюда подставлю какое-нибудь другое число, такое C от F, ну, июн, да, которое вот это неравенство превратит в равенство. Да? То вот это вот величина C, как же называется там? Светлантей Квеллен, да. Вот, то есть это, собственно, то, на что вы согласились бы уменьшить свое среднее. То есть вы играете в лотерею, там, рубль выиграете, рубль проиграете, да. Я к вам прихожу, говорю, ну что, будем играть, рубль выиграем, рубль проиграем. А у вас всего вообще денег-то нет, да, у вас всего этот один рубль. Ну, выиграете вы рубль, будь у вас два рубля. Ну, это не сильно вашу ситуацию изменит. Зато если вообще рублей не будет, ну, это жаль. И говорите, не-не-не, я в эту лотерею играть не буду. Он говорит, ну, хорошо, а тебе надо. Надо, так сейчас получится. Сколько ты готов доплатить мне? Ну, понятно, что полрубля тут ожидания какое-то, да. Сколько ты готов заплатить, чтобы не играть со мной в лотерее? Да, то есть вот это сотни-эквивалент. Так вот этот вот сотни-эквивалент. Тут о скидке все-таки речь. Сколько ты хочешь, чтобы мат ожидания было? Это не, это не, 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 нет. Вот есть мат ожидания. Насколько мне нужно скинуть вот эту величину, это же число такое, да? Насколько мне его нужно уменьшить, да? И четко его получить для того, чтобы не играть в лотерею, где среднее это повыше, но зато могу проиграть. Мы его вычитаем из интегралов, правильно? Что значит, вычитаем? Мне нет. В таких терминах обычная проблема выпуклости utility function, это же вот в теории в микроэкономике обычная проблема выпуклости. Это не проблема. Нет, это предположение. Да, это не предположение. Первое производное должно быть положительное, второе производное там соответствующие. Конвекция, да, все правильно. Ну вот мы об этом, я просто не хочу этого, как бы, вот этих терминах я... Нет, вот это проблема в микроэкономике, я не хочу говорить, вот выпуклость лишняя. Все, вот все, к чему мы приходим, потому что, да, конечно, моя функция на определенной величине, да, она должна, определенная величина должна быть пониже, чем мое среднее. Ну да, если вы начинаете рисовать эти функции, да, они будут выпуклые вверх. Ну такие вот, да? Вот. Ну хорошо, то есть я готов доплатить эффективно, да? То есть готов недополучить, лишь бы только не играть в игру. Окей. Но вот эта как раз часть, она нас меньше интересует, а вот та, которая нас больше интересует, определение, это вот какое. Предположим, у нас есть U от X, да? И мы говорим, давайте посмотрим, сейчас будет, то ли у меня реализуется X плюс Epsilon, то ли реализуется X минус Epsilon. Так вот, с какой вероятностью, насколько мне нужно сдвинуть в мою пользу выигрыш, а P это такая маленькая добавочка в вероятность, да? Насколько мне нужно сдвинуть в свою пользу выигрыш, чтобы я готов в эту лотерею был играть. Да? И вот эта вот добавочка, это... Это как называется? Ну да, про бобилити премиум, да. Собственно. И он действительно характеризует риск, да? Вот эта вот добавочка нам очень важна. Вот вся, весь второй час мы будем разговаривать про вот эту добавочку. Потому что вот эта добавочка, она связана с overconfidence, да, в поведенческих аспектах трейдеров, которые, собственно, заставляют нас, ну, заставляют нас сетапить новые бизнесы, заставляют нас торговать дельтой. Вот это, собственно, та штучка, за которую мы то ли видим, то ли не видим, то ли мы за нее боремся. Вот она, собственно, толкает нас играть. То есть, если я могу длина, то я готов играть. Да. Вот эта вот вещь характеризует то, насколько, насколько вот эта моя функция, Бернулевская функция, ну, как бы рисковерс, насколько мы, принимая вот эти решения на каких-то функциях распределения, мы рисковерс. Ну вот, и вот эта вот P, она выражается, ну, в ряд надо разложить, да? То есть, вот это поставим, равенство, это определение P, это P будет зависеть от XA, от U, и от Epsilon, да? Ну, в ряд Тейлора разложим, линейный, ну, нулевой член по Epsilon уйдет, сократится, линейный член даст первую производную, второй член даст там вторую производную, да? и получится, и получится, что вот это P, это минус одна четвертая на U два штриха на U на Epsilon. Ну, прекрасно. А вот эта вот вещь, это называется коэффициент рисковерс абсолютный. Все. Ну, и поэтому мы можем разговаривать в терминах абсолютной рисковерсности, то есть, нелюбви и риска. Но на самом деле, все, когда мы про это говорим, это на самом деле вот эта вот добавочка к вероятности, которую мы требуем, да, чтобы шансы были в нашу пользу, чтобы мы сыграли в игру. То есть, то, насколько нам нужно быть более confident, да, в том, что мы делаем. Окей, если теперь мы вот вместо вот этого, да, ну, давайте это сюда напишу, раз уж это такое дело. И это абсолютный, да? А если я теперь вместо этого поставлю вот так. Да? И скажу, что вот у меня такой относительный вариант. Я не епсилон прибавляю, умножаю на е в степени епсилон, чтобы отношение было правильное. Да? То получится другой коэффициент. Ну и на самом деле минус 1 четвертый на епсилон. Ну и вот эта 1 четвертая на епсилон мне не так важна и не так интересна. Вот. Так вот этот вот коэффициент называется коэффициент абсолютный рисковерт. Ну, абсолют рисковерт коэффициент, да? А вот это вот абсолютный, относительно риска оверскоэффициент. Вот этот вот кусочек без епсила. Да? И 1 четвертую забыли. Вот в этих терминах, собственно, все и рассуждают. Ну и понятно, что было бы очень удобно иметь такие функции, которые, вне зависимости от того, в какой точке мы находимся, мое отношение к риску в том варианте, в котором я риск определяю, было бы одно и то же. Ну и какой класс функции соответствует тому, что РА постоянный? Да? Но эти пи зависит от х. Вот эти пи, вообще говоря, строго говоря, зависит от х. Все зависит от х. Да. Нет, а вот теперь давайте выберем функцию U так, чтобы вот этот коэффициент без епсилон был константа. Это, собственно, уравнение на U. Как должны выглядеть функции U так, чтобы вот этот коэффициент был постоянным, чтобы он был просто пропорционален епсилон. Вот. И вот такая функция для абсолютного будет Ну, просто вот такая. Да? А для относительного? Откуда такое трёхбинешь, чтобы прибыл константа? Неоткуда, просто удобно тебе. Вот ты, предположим, ты хочешь рассмотреть такие функции, когда твоё отношение к риску на любом значении твоего благосостояния одно и то же. Да? Ну, такое, удобное такое для тебя рассмотрение. Ну, это частный случай, да, для того, чтобы ну, такой бенчмарк, да, по отношению к которому ты будешь смотреть все остальные функции. Это мы сейчас про какую функцию говорим? Вот про эту или про эту? Про А. То, значит, А когда второй раз будем интегрировать, то тогда константа интегрирования превратиться в X. Ну, вот это вот удовлетворяет тому, что я хочу? Нет, нет, нет. Важно прийти. Ну, хорошо, давайте. Значит, первая производная – это что? Значит, получается, вторая производная телевизорка равняется константин. Если проинтегирует важный, получается линиевый член по X. Да, вторая производная? Ну, я бы следил. Ну, а два раза спустилась. Вторая производная. Да? Теперь берем и делим это на первую производную. Остается линейная А. В это всюду ушло. То есть, все, вот это А и есть. А у меня просто в определении минус. Ну, ладно, ну, давайте это. Ну, хорошо, пошли дальше, да? Ну, вот так вот. И вот дальше, если вы начинаете смотреть всякие производные формулы или там смотреть про то, как вот эти функции полезности используются для того, чтобы там производные прайсить или там портфель прайсить, да, то вы всегда будете вот с этим сталкиваться. Всегда. Почему? Почему вот это такое любимое дело у нас? Потому что вот эта вещь с относительным рисковершен, он на самом деле позволяет играть в игру, когда я бросаю кубик, у меня есть портфель, я как-то разбил в доли в разных бумагах, бросил кубик, реализовалось по-новому все. Так вот, мой механизм принятия решения на следующем шаге будет ровно такой же, как на предыдущем. То есть отношение в рисковых бумагах будет не зависеть от того, что же сделал портфель. Да, то есть если у меня есть условия постоянной Relative Risk Aversion, да, то мое принятие решения до тех пор, пока функция распределения не изменится, будет одно и то же. И это очень удобно. Очень удобно, но не очень справедливо. Но, тем не менее, ну вот, как есть. Вот эта функция, вот эта функция интересная. Помните, мы с вами разговаривали про структурные модели? Да? И у нас там были разговоры про то, как связаны интерес трейты там с макроэкономикой. И мы писали макроэкономическую модель, и мы там что-то усредняли. Да? Отложенная, отложенная полезность потребления, она была связана с интерес трейтами. И мы там используем логарифм. И вот этот вот логарифм, это вот благополучно вот этот логарифм, про который мы здесь говорим, который пришел из, ну вот этой вот expected utility. Да? То есть вот то, как я вам тогда говорил, мы к этому еще вернемся, мы это увидим, вот это то, как это получается. Хорошо. Вообще, если поговорить немножко о том, как же, собственно, это все происходило, ну давайте последнее замечание в этом месте сделаем. Вот какое. Предположим, наша жизнь устроена так, у нас есть теперь не выигрыши, выигрыши, а состояние, а в каждом состоянии сидит лотерея. Ну, а именно, очень похоже было, когда я вам про relative value рассказывал, да? Реализуется вот так, а внутри сидит лотерея. А именно, то ли акции сойдутся, то ли не сойдутся. Или выпадет хвост, и дальше сидит лотерея. Да? Тогда мы писали бы сумму не по x, а по состояниям, писали бы вероятности, и, как бы, ну, распределение лотереи внутри. Да? То есть, было бы похожее формула. Вот. Это называется extended utility. Как бы, что мне здесь, вот в этой, по отношению, в этой extended utility важно? А вот теперь, предположим, да? Забудем про все эти utilities, там, не utilities. Скажем, прекрасно, я вообще вероятности не знаю, и вообще вероятности никто не знает, потому что, ну, кто же знает? Прошлое не предсказатель будущего, а что будет завтра, мы сыграем один раз, и, ну, и вот вероятности вообще не насытятся никак. А я просто тебе скажу, что мне это нравится больше, чем это, это нравится больше, чем это, больше, чем это. То есть, если выполняются, собственно, условия про функции полезности, выполняются условия ожидаемой функции полезности, и при этом у нас еще есть условия, что если у нас в определенном состоянии у нас есть лотереи, и в другом состоянии у нас есть эти лотереи, то есть, то, как я упорядочиваю лотереи, не зависит от состояния. То есть, хвост ли у нас будет, или про акции там сами по себе в нормальном рынке то как я упорядочил лотерея от этого состояния не зависит от тоже сильное утверждение но кажется что безболезненно и так вот если это так то тогда я могу написать то тогда я могу написать то что называется subject of utility а именно у меня будут утверждение такое что у меня существуют такие вероятности возникает вот эта сумма по моим состоянием возникают вероятности с и you at x в состояниях с и вот эти пи они невероятности они ваши сам субъективной вероятности до которые следуют из того как вы определили правило упорядочивания лотерей это ваш гс когда вы упорядочиваете вещи они не связаны с тем что вы думаете о вероятности то что возможно вы не так упорядочиваете в мозгу но если вы упорядочили и это непротиворечиво по отношению к требованиям про которые мы говорили то тогда вот только так получится и тогда вы на самом деле определили субъективной вероятности и вот эти субъективной вероятности это ваша вероятность так ну хорошо значит просто пара минут про и разойдемся пара минут про вот пара минут про то как собственно все это получилось значит прежде чем мы дальше двинемся давайте хотел вам пару слов сказать про про историю этого дела просто чтобы разогнаться значит функцию utility придумал бернули функцию полезности и мы про это говорили в свое время помните когда-то был петербургский парадокс в 1731 году он вроде бы написал в 30 там каком-то опубликовал в записках академии наук вот ну и разговор такое что каждый следующий доллар наверно тебе важен меньше чем предыдущие наверное то насколько ты его ценишь определяется но обратно пропорционально тому сколько у тебя уже есть в этом смысле я уже очень много то один больше один меньше вообще погода не делаете это уже все все равно поэтому функция полезности такая единица на x ну как бы до дифференциал функции полезности поэтому сама по себе функция полезности будет вот такая поэтому собственно это такая стандартная функция вернули но но вообще-то если посмотреть назад лет на 100 то был паскаль вот был паскаль и паскаль помогал деньгами монастырю порт-рояль в монастыре порт-рояль были монахи которые писали логику логика книга вот искусство принятия решений и вот они тогда писали и как раз был разговор о том что ну если что-то непонятно собственно вопрос о том как же собственно принимать решение когда становится непонятно он вот на 100 лет 100 вообще-то не на 100 лет старше на 100 лет старше точно и поскольку француза не такие математики не это очень любят всем рассказывать что в общем то это все паскаль придумал и у паскаля и ну собственно если говорить про монахов на если говорить про монахов то монахи сказали вот молния ударит в вас вам страшно где очень страшно все не могу вот так страшно это к не надо бояться это же вообще невероятно то есть ну что вы все время вот вы говорите так страшно страшно даже умножать на вероятность того что произойдет а вероятность 0 поэтому вам это не страшно вы вообще-то не бойтесь это то есть если там вот руку отрезать или в молнии ударит то ну очевидно что руку отрезать очень болезненно сейчас а молнии ударит может и не ударит то есть понимание риска это такое то есть есть конечно вероятность да а дальше умножить на следствие то есть может вероятность очень маленькое следствие очень тяжелое а может быть вероятность такая типа разумная а следствие такое разумное и ущерб да то есть но и это не ущерба такой как бы вот этот вот полезно полез через функцию полезности ущерб то есть то как вы воспринимаете этот ущерб и это то как по идее мы должны были бы определять что же такое риск и думать о том как мы этот риск моделируем и так далее и вот разговор о том что надо собственно ущерб то конечно ужасно это ударом молнии да но тем не невероятность очень маленькая вот это вот вот это монахи да вот это это рука то есть вероятность не все лишь вернее так исход не все решает вероятность важно она этой руке паскаль и паскаля у паскаля есть очень известная парида паскаль для парида паскаль а именно имеет ли смысл верить в бога это такой вот вопрос вот имеет смысл горить в бога и логика такая очень простая до имеет смысл верить бога но вот на первом шаге имеет смысл верить бога потому что когда нибудь потом потом я жить не буду но когда то потом потом определиться бог есть или нет и это в отсюда мне это 50 на 50 то ли бог есть то ли бога нет поэтому вероятности вот 50 на 50 но тем не менее исход для меня очень важен потому что если вдруг так окажется что бога нет ну и ну ничего буду я как-то себя правильно вести ну нет ну не поем там мясо когда надо там 0 что еще что-нибудь но так на жизнь на мою сильно не повлияет но зато вот если зато вот если уже бог есть а я себя веду неправильно тогда все гиена огненная и все и это навсегда да но тем не менее но понятно что какая какая прелигия не было но вот вот поэтому вроде бы надо бы верить бога да и вот если здесь у нас ужасный исход надо знать вероятности то здесь у нас вероятность это 5050 надо знать исход на и вот эти вот два компонента в одно и то же время жили рядом вот так вот через улицу вот они вместе сошлись что на самом деле вероятность и исход важны но если об этом так это такой нулевой шаг а дальше первый шаг первый шаг у паскаля был такой нельзя то есть ну да вот сейчас так получается по моему парида что да надо бы верить в бога но человек не может решить верить в бога человек либо верит в бога либо не верит в бога и это подсознательное решение и мы вот сейчас вот будем рассказывать про это но если я решить решу верить в бога я поверить в бога не могу я могу себя вести так как будто я верю в бога я могу делать правильные шаги я могу менедж свой риск до по отношению вот к этому не определенному исходу но поверить в бога и вести себя ну то есть вести себя и поверить это разные вещи я не требую чтобы ты поверил да я требую чтобы ты так себя вел ну все а дальше к сожалению я конечно не теолог но я так вспоминаю по по лекциям университете что вот как вроде бы в православии по крайней мере им мало поверить в бога то есть ты можешь себя поверить в бога на плохо себя вести и он в глазах бога будет лучше чем тот который который в бога не верит на ведет себя правильно на поэтому как тут у паскаля здесь проблематичненько но но вот интересный такой момент да в одно и то же время два разных фактора и такой вот первый первый риск менеджмент в очень неопределенной ситуации что это я не знаю да ну наверное можно обобщать об этом можно наверное написать ну всего-то 600 лет прошло вот дальше собственно был бернули да и бернули их там было три поколения бернули мы вспоминаем мы разговаривали об этом да и вот собственно 3 3 3 бернули даниэль он собственно писал написал статью которая явным образом прописала функцию полезности поделила на 1 на x вот вот такие вот исторические замечания ну и дальше это стало мейн стрим такой да то есть когда это собственно ушло в теории игр это уже такой был мейн стрим к сожалению работу бернули очень поздно перевели поэтому собственно там 200 лет на западе о нем реально не знали потому что написал на латыни и в россии и этого два фактора они убили собственно работу на 200 лет хорошо ну все а теперь давайте значит подумаем о том но вот видно уже да что мы начали описать были какие-то аксиома аксиома как не всегда вот вроде бы работы у нас были примеры почему они не всегда работают давайте подумаем как же собственно мы люди то есть не машинки какие-то даку которым там вот если что-то аксиома не сложилось давайте поменяем свою точку зрения и с этого момента вот все будет складываться а мы люди мы принимаем решение мы биологический вид мы выросли в эволюции у нас с определенным образом сложилась нервная система сложились некие механизмы внутри принятия решений как же собственно мы как люди принимаем решение а после то посмотрим вообще похоже это на то что мы про что мы говорили нет а если не похоже то как же надо поменять то что мы говорили то чтобы было похоже вот и начнем мы первое с страха а именно вот это вот мы про риска вершин поговорили вот с этого страха мои благополучные начнем и дальше страх есть у всех у собачек у кошечек у людей и так далее есть страх а есть сожаление то есть есть фия а есть 3 град так вот это сожаление это человеческий продукт у собачки нет сожаления ну или во всяком случае не так сожаление устроено то есть если за за страх отвечает часть мозга которая очень очень старая да и в эволюции появилась очень очень давно это как мы себя ведем если 33 горится а не только что так 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 вот это вот вопрос да вот сейчас вот это статическое наблюдение не не вот это вот все так хорошо вот давайте пойдем дальше то есть есть вещи вообще если вот об этом так совсем говорить да то есть такая теория триюн теория пол маклин в свое время и она не очень уважается академиками но очень уважается популярными академиками потому что очень легко объяснять как эволюция была устроена а именно что есть три мозга три таких слоя в мозге да это первое это рептилии второе это лимбик а третий это неокортекс на то есть вот это вот верхняя корка и по мере того как вот происходило развитие вот этот вот мозг достраивался да и то как мы себя ведем в сильной степени сидит на лимбической системе да это как мы принимаем решение если мы об этом специфически не думаем если решение не идет через кортекс да то есть кору головного мозга то мы благополучно принимаем решение как обезьянки как собачки вот и собачки вот они благополучно этим лимбик куском думают и мы часто думаем этим лимбик куску а мы как люди как вид мы еще умеем сожалеть о вещах которые мы сделали то есть у нас есть боль и страх а есть еще сожаление и вот это сожаление видимо результат собственно последний последнего кусочка развития он сидит другой части главного вообще если говорить про головной мозг дайте его я как бы не художник но да вот здесь вот есть area который называется ведь и и и в ней собственно генерится допамин допамин это такой нейротрансмиттер который нас толкает к действию на дальше есть гиппокамп который является индексом памяти то есть он говорит куда что надо положить и он собственно помнит где мы были и говорят что вот этот гиппокамп он у драйверов лондонского такси очень очень развит потому что они все 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 помнят потому что для каждого места есть отдельный нейрон и вот это вот реально вот он достраивается достраивается и достраивается на а еще я вот этого не знал я только когда на вот читал для лекции я узнал что оказывается сделали гиппокамп для крысы искусственной то есть есть компьютер который запрограммировал памяти вставляется на вход и на выход по электроду и собственно такой вот электронный гиппокамп а гиппокамп одна из самых старых старых частей в мозгу вот это и крыса знает больше теперь чем знала исторически когда у нее был свой собственный гиппокамп вот дальше есть кадет вот здесь сидит амигдала можете тогда разными цветами буду рисовать вот это вот и вот это вот амигдала я буду я нарисую красным и потому что ну не судите меня строго я в общем то же это я же не нейробиолог на поэтому если это чуть не туда нарисую ну вот а здесь сидит таламус и таламус это который такая часть в мозгу которая переводит сенсорные ощущения в в кортекс ну собственно говорит что происходит а у него есть гипоталамус который собственно общается с гипофизом который вы помните по собачьему сердцу который собственно связан с выработкой гормонов которые идут в кровь и влияют на наше поведение в более длительном периоде то есть вообще внутри клеток все происходит электрически а между клетками происходит химически да и есть как бы такое локальное действие есть что-то выносится в кровь и дальше длится там на днями вот я когда он на меня упал камень в горах да и у меня там поломалось чего-то вот мы за ночевали на горе у меня вопрос выплеснул с адреналин и он меня держал сутки практически да то есть я был в состоянии ходил там все все что надо было делать спустились все дальше он вышел и стало очень больно вот это вот собственно адреналин до который организм качал в кровь пока была опасность вот дальше вот здесь вот есть то что по-русски оказывается называется мозолистое тело вот и вот эта вот часть она ну как бы поменьше да вот она отвечает за общение правой и левой части головного мозга и когда хирургическим образом лечат эпилептиков им рассекают взаимодействие между полушариями и дальше они начинают жить как бы отдельно левой части отдельно правой все функции практически все функции вот мы сейчас начнем говорить какие функции не дублирован практически фунт все функции дублированы поэтому говорят что если ребенку удалить половинку мозга то он вырастет почти нормальным человеком то есть у него будет очень немного вещей которые он не сможет делать вот дальше над всем над этим лежит и сиси но это такая вот нервная ткань и не помню как переводится и не спрашивайте меня вот но это такая часть кортекса да а вот здесь вот сидит пи и сиси вот такая часть здесь такая тоже она не не такого размера а вот здесь вот сидит о и все вот ну почти все нарисовал ну вот такая вот карта сейчас мы будем идти по чувствам а все остальное не ну на самом деле надо правильно пойдет вот здесь вот сидит часть которая отвечает за то как мы дышим и там и спим да здесь там еще что то то есть ну есть разные доли лобная доля и это отдельная картинка вот это лобная доля будет вот здесь она в основном такая тяжелая вот но для того чтобы нам как бы вот рассказывать о чем-то да то есть вы здесь вырабатывается допамин дальше есть как бы допаминный путь лимбический путь это через амигдалу он идет туда где собственно организм реагирует до что вот и вот эта вот часть пи сиси она взаимодействует с амигдалой если когда амигдала возбуждается вот этот вот ее контролирует да а если все отвечает за сюрприз а вот это отвечает за страх это отвечает за физическое взаимодействие собственно с телом как надо как надо себя жить а вот эта часть отвечает за регрет ну то бишь за сожаление и вот эта вот часть она новая эволюционно а эти а эти части очень старые а эти части сравнительно старый но тоже старый и на таком на наивном уровне считайте что вот эта вот часть такая рептильная вот эта часть лимбическая а вот это вот сверху часть нет не а кортик часть и вот если мы говорим про страх то когда возникает неопределенность да а дальше человека сажают ну как бы сейчас уже никому же другу не жалко человека загоняют в трубу да и делают на нем functional magnetic резонанс имиджинг и смотрит какая часть мор мозга возбуждается если ему там игры в электронные игры ты с ним играешь то есть этом лишь вот смотри смотри сейчас ты проиграешь два бумажных доллара и человек очень возбуждается у него здесь появляется кислород его видно на functional magnetic резонанс и ну все вот это значит за это отвечает так вот когда человеку страшно это амигдала вот это вот кусочек да это такое panic button собственно вот эта вещь у нее 2 фу ну у нее много функций да но та которая нам сегодня интересно это собственно страх такой страх страх до автора это память то что когда возбуждается опять как бы говорят что амигдала играет роль короткосрочного накопителя памяти а потом он возможно когда мы спим скидывается на жесткие носители да то есть отдается в кортекс куда-то вот при этом не то что 10 до 1 вот один кусок в мозге он вот за это отвечает там много разных кусков они как-то дублируются если одно повредить не значит что все повредится но вот если по простому мы будем говорить то вот картинка примерно такая то есть он отвечает за скидывание памяти да и он возможно является краткосрочным хранителем памяти до тех пор пока он не скинул и он отвечает за страх то есть он возбуждается когда возникает неопределенность потому что для организма да вот эволюционный как был устроен эволюционный организм по английски называется бета сейф венсоре неважно если у меня возникло что вот у меня поменялось что-то да из произошло изменение мы лимбический лимбической системы реагируем на изменения на абсолютное изменение замечу себе не в процентах там да где посмотрите в числителе ушло и знаменателе ушло и мы должны сходить в кортекс поделить одно на другое и реагировать да а дау джонс вчера упала на 100 пунктов потому что вот это и дау джонс упал что такое 100 пунктов там 14000 что такое что такое 100 пунктов но тем не менее мы будем реагировать на 100 пунктов поэтому что точно будем ли мы реагировать на 100 пунктов давайте позже об этом это очень тесно вот об этом мы позже поговорим давайте на то что что то что 100 пунктов на то что 100 пунктов да то есть вот это число да и мы воспринимаем его и чем больше вот это абсолютное изменение то есть такое то что называется да ну как бы знаменатель слепой к знаменателю для того чтобы понять дроби надо включать кортекс для того чтобы понять числитель кортек включать не надо есть масса экспериментов таких один был другой был вот там где шариков больше хотя процент меньше человек обычно идет и берет там где шариков больше оптически хотя в процентах хуже почему ну шариков же больше да даже если ему расскажешь что шариков там в процентах то меньше да все равно он пойдет и возьмет там где больше до тех пор пока это вот если его выкинуть так искать все давай какой этот или этот вот то есть мы реагируем на изменения и мы не любим неопределенность и вот это вот неопределенность да она создает нам ощущение дискомфорта на биологическом уровне на вот еще интересно про мигдалу я ненавна прочитал в городах да в городах вот мы знаем что шизофреников много депрессии так далее и так далее почему потому что и у меня был суть ну то что у меня был случай я болел язвой давно я очень волновался болел язвам на такой был период жизни интересный вот и и меня друг устроил случайным образом на массаж и мне вот женщина которыми массировала она она еще была кандидат технических наук она поэтому очень как-то любил разбираться как тело работает ноги так типа кирилл вам поджиматься надо больше с моей то язвой ага так нет нет это же не в этом дело просто когда к тебе человек близко подходит или он вторгается в твое время то есть есть собственно ощущение своего пространства да и человек тебе подходит близко или год мне сейчас надо с тобой поговорить вот это он тоже в тебя вторгается в твою в твое как бы место да у тебя возникает первая реакция да это опасность и у тебя возникнут и вы раб начинает значит амигдала жарить гипофиз адреналин и вот этот адреналин а дальше как-то биология устроена так что все это собирается вот здесь если ты это не разогнал по крови поэтому говорит как только ты чувствуешь раздражение надо немедленно отжиматься все надо там папа по приседать для женщин или мужчинам поджиматься вот надо разогнать кровь и это раздражение да ну как бы не будет концентрироваться и вот язвы не будет дальше я делал так я реально начал это делать в офисе камень человек подходит а я молча начинаю отжиматься через некоторое время люди довольно быстро выяснили да почему так происходит в этом следе дальше даже вопросов перестали задавать то есть это начинаешь отжиматься все это понятно вот так вот в городах когда у нас вот этого пространства мало в городах наши амигдала она перерабатывает а в организме есть вот это вот пейсиси airy в мозгу которая собственно модулирует амигдалу так вот за того что вот это перерабатывает это тоже перерабатывает и поэтому это как-то все вместе разлаживается в городах вот и это вот такая статистика то есть можно говорят что можно просто вот взять вот эту эрию до взять там 100 человек положить их в этот в эмарай и сказать кто из села а кто из города вот где ты вырос да и дальше где ты вот живешь вот так ты будет твой мозг выглядеть либо этого будет больше либо меньше и можно более-менее сколько народу живет ну и поэтому надо гулять больше дышать воздухом зеленый парк а еще надо дружить потому что оказывается что гормон который ответственно за бондин то есть когда ты дружишь у тебя большой круг общения хотя вырабатывать этот гормон так вот этот же гормон он на самом деле давид деятельность вот этого и вот этого он их расслабляет поэтому на биологическом уровне в городах надо больше дружить если хочется остаться здоровым психически ну хорошо короче вот амигдала да нет 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 у тебя же нет бондинга как у тебя может быть вот ты пальцем ну как надо встречаться надо садиться разговаривать не не это нет это какой мозг вот чтобы общаться на фейсбуке это конечно cortex а надо как-то вот бондиться на уровне подсознательного но вот поэтому говорят что у мужчины и женщины да собственно мужчина для того чтобы женщине поверить да вот у них тоже такой есть фактор тоже должен бондинг быть вот вырабатываться гормон такой не то что моих мои как раз коллеги женщина они это вот не сказать что это ерунда какая то что это мы сами все придумали ну вот статья в журнале было хорошо пошли дальше пошли дальше риск да как собственно мы воспринимаем риск если мы понимаем риск но мы его недооцениваем потому что понятный риск это тот риск который мы уже умели работать лишь когда вот здесь возникает сигнал вот это же амигдала она общается с гиппокампом который раздает память и он такой индекс памяти и вот она знает она более менее генерит как бы что-то с гиппокампом и вот в клетках которых есть эта память да как куда он там распределяет что-то начинает вырабатываться больше протеина поэтому эта память запоминает поэтому мы помним боль да и вот то как насколько мы помним боль вот мы запоминаем эту боль за это тоже ответственно амигдала поэтому она как бы с памятью напрямую повязана если мы помним что с нами что-то было то это но это как ты приходишь к людям ну будет же вот восьмой год но ты же помнишь как нормально пережили ну заняли но отпустили нас то ну больше же не займешь но вот это вот три триггерятся эти самые ковенанты в бандах и все же ну да нормально но передоговорились же ну да передоговорились ту рейши сути а в то время были другие вот это вот это ну ну нормально и вот это абсолютно общая реакция то есть очередь что мы прошли да мы воспринимаем меньше меньше рис чем то чего мы не прошли и что вот сейчас создает вот эту дополнительную определенность если дальше приходит человек и начинает очень конкретных то есть надо с одной стороны была такая неопределенность опыта нет а при этом пугать она в конкретных терминах потому что когда ты формулируешь задачу как потеря включается воображение кусочек который отвечает за воображение за картинки и он воспаляет ну как бы он испаряется начинает работать он начинает рисовать ужасные картины и это такой фидбэк процесс обратно в страх поэтому человеку неопределенность болезненно и очень яркий даун сайт вот если мы помним до риск умножить на боль да то есть вот это вот полезность вот эти вот два фактора дальше что интересно интересно что идти против толпы страшно да потому что когда ты идешь против толпы или высказываешь non-consensus you да то есть ты контрариан ты non-consensus ну за исключением то что а я контрарен и вообще ничего не боюсь да но на самом-то деле вот не так же все происходит да что окей окей про опыт будет через пять минут вот так вот идти против толпы страшно и когда человек идет против толпы у него возбуждается та же самая мигдала да почему потому что эволюционно но все побежали я побежал ну что будет плохо то ну ошиблись они в конце концов да ну побежали мы все ну поубежали немножко ну вернемся если ничего не произошло а если все побежали а я смелый потому что я считаю не так как они и меня съели ну все как бы такой эволюционный кусок он закончился поэтому идти против толпы тяжело а идти с толпой хорошо поэтому давайте устраивать консенсус view и будем друг друга подбадривать и это на самом деле очень неплохо играет до тех пор пока все идет вот ну как бы есть тренд да а дальше из коррекция пока тренд вот это вот очень комфортное положение и бы я потом мы будем все возвращаться к этому но пирамиды финансовые вообще любые пирамиды это очень человеческая вещь человек очень на это повязан это очень биологическая вещь да да то есть ты вместе со ну и сейчас как бы на то что я обращаю внимание что ты вместе со всеми ты как ребята почему я но надо отжиматься сразу сразу и поэтому поэтому плечи плечевой пояс становится шире все плита значит плечевой пояс становится шире вот ну и есть всякие дополнительно другие полезные вот хорошо дальше дальше ведь ну и насколько ты боишься так что я вообще бесстрашный вообще без тратки я все знаю как это все работает я ничего не боюсь вот на самом деле говорит что ты бесстрашный это не быть бесстрашным на это первое замечание вот это первое замечание второе замечание то насколько ты бесстрашный очень определяется твоим эмоциональным состоянием очень потому что деньги это такой ну как бы раньше было жилье еда продолжение потомство да ну как вот такие вот вещи да потом появились деньги которые в каком-то смысле являются таким ну таким эквивалентом марсиско-ленинской теории вот ну не для любви а как бы для жилья и еды вот и поэтому собственно как то как мы реагируем на деньги на потери вот это то как раньше собственно реагировали на жилье на на еду на страх на и так далее так вот это очень определяется наше отношение к риску очень определяется нашим эмоциональным состоянием если стоит прекрасная погода в стиху прекрасная погода наверно сегодня будет все хорошо говорят что если тебе страшно надо пойти 20 минут погулять весной вот а также если ты видишь ну для мужчин это видимо работает на то есть если ты видел если людям показывали фотографии милых женщин то они после этого готовы были больше рисковать вот это как-то так вот настраивают и они готовы больше рисковать поэтому когда вам говорят значит вы клиент нашего wealth management а мне нужно с вами заполнить табличку вот значит надо вот сказать вы очень боитесь не очень боитесь вот а если вы столько проиграете то после этого очень боитесь не очень быть вот эти формы все они определяют с тем вам перед этим красивую девушку показывали которая вас вводила в этот зал или не показывали если если вас приводила красивая девушка сажала и дальше нам рассказывала как устроена форма да то вы будете герой такой айвенга да вот а если идет плохая погода на дальше как-то литв не работает вы тихонько поднимаетесь вам уже это все не нравится да дальше вас встречается аналист на которой обычно не бритой какой-нибудь и не так далее да потому что ну красивый девушка сейчас была занята она там не знаю что вот ваше отношение к риску другое поэтому заполнять формы надо разговаривать с человеком а этого трудоемка вообще разговаривать счетом и такой совершенно другой бизнес чтобы понимать что человеку надо вот но суть в том что ваш эмоциональное состояние очень влияет на то как ваша амигдала будет реагировать поэтому восьмом году я когда вот это мы все узнали я собственно меня был отпуск такой я этим всем очень интересовался я приехал обратно так сейчас все устраиваем семинар давайте садимся сейчас я вам расскажу как все работает рассказывает как все работает прекрасные женщины где так и это вообще не проблема и с этого момента у нас в ящике стола лежит журнал вот по моему седьмого или восьмого года с прекрасными женщинами поэтому когда саня фонарьков который был в этот момент начальником нашего трейдинга ну что сейчас начнем принимать решение страшно хорошо вот он значит достает этот журнал и потом это стало рутиной вот и вот но тем не менее нет все еще нет хорошо дальше так вот есть вещь такая то есть мы пытаемся устранить зависимости того как формулируется да то есть если говорить так вы не сделаете 10 рублей до или вы потеряете 10 рублей вот реакция амигдала будет разная она гораздо больше на то что вы потеряете 10 рублей хотя в сущности это зависит от того ну как бы где вы стоите представьте что вам что вам уже дали 10 рублей да и тогда вы их потеряете по лотереи в этом смысле очень зависит от того как вы ставите вопрос это такой фрейминг это вот о чем мы еще чуть-чуть поговорим но отношение к потере и к деланию денег она разная поэтому вот эта функция полезности который мы потом будем рисовать она на самом деле как несимметрично и в сущности то что понятно понятно следующее что если я говорю о зарабатывании денег да то дальше то мне эмоционально это не больно потому что хорошо и дальше у меня работает система которая удаляет риск поэтому при зарабатывании денег я удаляю риск да я рисковерс на маленьких на маленьком зарабатывании денег поэтому моя функция полезности она будет как-то вот так выглядеть на пола вот если вот это вот рисовать где мы сейчас а это как бы до заработанные деньги да то на на положительных заработанных деньгах она какая такая будет флетишь вот так вот как-то будет устроен и я буду выбирать на самом деле вариант когда я могу получить деньги сейчас то есть вот полмиллиона вот вот эти вот был разговор про лотерею до полмиллиона сейчас или сыграем вот так это полмиллиона сейчас на и это вот эта вот часть хорошо а если мы формулируем вопрос как потерю и дальше конечно такого разговор картинками ты формулируешь вопрос как потеряли словами ты формулируешь или числами потому что разные кусочки мозга опять работают и вот картинками проще оперировать ну как бы лимбической системы если нужно поделить чтобы построить картинку да и то есть как-то задействовать корку да то тогда это менее менее заметно вот но если мы формулируем как потерю то дальше возникает другой механизм все мне все равно будет больно да то есть дальше у меня есть лотерея точно потерять или с большой вероятностью потерять и много потерять или с маленькой вероятность например ничего не потерять или наоборот так вот вот в такой ситуации поскольку я знаю что эмоционально мне будет плохо все равно все я теряю у меня работает это амигдала да и дальше я буду пытаться сыграть в игру где я уберу и максимально эмоциональную боль возможно же ситуация когда эмоциональной боли не будет да вот и тогда люди играют в лотерею который не фиксирует лосс а потенциально может проиграть совсем много но возможно вернется обратно да вот и поэтому собственно если мы говорим о о сожалению то эта реакция на наши действия и вот это вот реакция на наши действия на вот вот здесь вот сидит да то есть там вот вот эта часть лимбическая такая cortex так вот брать брать заработанные деньги на это при ну как бы это это rewarding и мы это как-то любим а отрезать лосс то бишь то бишь фиксировать вот эту часть это нам болезненно да потому что это с одной стороны говорит о том что мы были не правы и у нас включается этот regret да с другой стороны для нашей лимбической системы на возможность не проиграть да эмоционально не иметь эту боль она более выгодна и вот эти вот игра сознательного и подсознательного если хотите это вот разговор про вот эти две части две части кривушки вот ну и дальше разговор такой regret что такое regret это на самом деле природный механизм который помогает нам дальше мы садимся думаем а если бы вот так ну вот я вот принял решение там вот этот продать например да и раз это все пошло против меня это сидишь нужно я же знал же ну как же ну вот ну что же я и это почему так происходит потому что возникает counterfactual thinking так называемый а именно ты живешь теперь в мире в котором ты знаешь уже что произошло и ты думаешь что в тот момент тебе было вообще-то абсолютно понятно что произошло вообще понятно что произошло и что произойдет это конечно я вот неправильно сделал и вот этот counterfactual thinking он добавляет боли почему этот counterfactual thinking важен потому что мы как вид мы пытаемся оптимизировать задачу собственно вот этот вот играть нужен для того что мы проигрываем сценарии да по новой игре маке вот в этом сценарии надо было бы вести себя вот так и вот это триград он играет роль первое он удерживает нас от движений которые потенциально могли бы быть нам трудны потому что мы их сделали мы сыграли и проиграли ну что ты играешь что что не знаешь что тут с этими с наперсочками нельзя играть я понимаю что хочешь ну ты же понимаешь что нельзя да это первое то есть она удерживаете от того чтобы ты не играл постоянно потому что у нас есть его confidence про которому чуть-чуть поговорим потом да и поэтому все время вовлечены вот это вот в отгадывание потому что мы гораздо лучше чем наперсочник им играем в наперске да хотя мы первый раз это видим вот первое это нас удерживает чтобы мы не бросались немедленно в огонь второе это оптимизирует наш response да а третье это адаптирует нас к измененным условиям он позволяет нам фокусироваться на том что произошло неправильно и пытаться идентифицировать то что условия изменились то есть это такой собственно механизм выживания вида если хотите вот и все это в сущности пытается подавить нашу угадай q а именно что мы знаем как же все на самом деле будет вообще наша память когда мы смотрим назад и ген так ну ну было же понятно ну что у что было непонятно ну было же понятно что вот так делать нельзя или наоборот игру в тот момент уже понятно что пойдет вверх ну потому что ну вот так вот так и помню так да что это значит на самом деле это вот почему происходит потому что мы не храним в мозгу ситуацию мы когда мы думаем назад мы ситуацию восстанавливаем потому что очень дорого хранить ситуации мы в ситуации восстанавливаем и когда мы начинаем восстанавливать ситуации мы автоматически добавляем вещи которые мы уже знаем потому что так ну энергетически выгодно сделать это так быстро как бы конвертируется информация которая уже есть к картине но поэтому это создает bias вот этой вот как бы выборочной памяти когда смотря назад тебе все понятно я все время очень удивлялся когда ездил джи пи морганом общался с хэтч фондами там двухтысячном году и там втором первым не помню в каком и вот и приезжаешь нью-йорк до садишься за стол с людьми этом там февраль месяц и вот на хотя играть да ну как в этом году сделаем нее вообще не понятно прошлом году было конечно но у brenner абсолютно в прошлом году было понятных по за прошлом а как в этом вообще непонятно вообще дальше проходит год и вся то же самый в прошлом году было понятно в самом начале да но теперь-то вообще не понятно и вот этого что тогда-то все было понятно и это проходит через все это наша такая это наш bias в памяти если мы начинаем так себя вести на если мы начинаем ориентироваться что ну я-то знала был помнишь я я говорила да это вот это вот это но это вот counterfactual память хорошо пошли дальше что там у нас дальше да и вообще если говорить как бы ну вот про мозг говорить так то по большому счету можно выделить как бы рефлексивную части рефлективную часть и так вот очень грубо можно сказать что вот этого часть она такая как бы вот рефлексивная а вот эта вот часть такая рефлективная и то насколько по рефлективная часть она очень дорогая энергетически она очень дорогая человек спит у него голова весит там у него граки голова у человека весит проценты от веса до никогда спит а вообще весят проценты от вот а когда спит это голова потребляет 25 процентов энергии то есть мозг он очень дорогой энергетический поэтому исторически мы были устроены так что мы пытались максимально не включать сложную вот эту вот систему кортекса потому что энергетически это дорого а по времени это долго поэтому у нас есть система short cut и она вот эта система short cut она сидит ну если хотите в подкорке и эта система быстрого принятия решения что-то быстро изменилось мы притормозили и мы не то что мы начали думать а вон чувак пошел вот он переходит дорогу наверное что-то сейчас на конечно так учат водить машину но реально потом так не происходит да ты просто тормозишь потом разбираешь а что же произошло потому что лучше ты затормозишь и лучше бы это сэйф ну типа сэйф чем ссоре да все а потом ты разбираешься что вообще-то это не важно так вот большие изменения во внешнем мире они приводят к тому что первым делом включается short cut дальше если short cut не умеют справляться ситуациях подключается кортекс это происходит медленно практически все что мы делаем происходит на нижнем уровне и энергетически очень дешево если смотреть на ну вот про энергию потребление энергии мы поговорили а вообще мозг у человека очень тяжелый есть такой коэффициент энцефализации да это вес физический вес мозга к предсказуемому весу мозга из веса тела и есть какая-то формула ну и там на самом деле есть несколько форм и одна из формул такая что этот реальный вес а это вот ожидаемый вес и этот ожидаемый вес мозга да он там типа 0 12 на какой-то коэффициент на вес тела в три вторых из веса тела но это как-то регрессии там получено на многих разных вещах да вот и получается что чем больше социальное животное тем больше не развита амигдала тем больше у него вот этот коэффициент энцефализации больше у кошечек он один у собачек он 1 и 2 там у обезьянок он по моему там 4 вот дальше дельфины а потом у человека 75 да вот просто как бы по величине и в основном вот это увеличение мозга пришло говорят от того что вот эта часть потяжелела а вот эта часть до фронтовая доля она отвечает ответственно за за абстрактное мышление то есть задавать вопрос почему нет но он пойдет же нет не пойдет почему пойдет почему не пойдет да и вот говорят что стан как бы пытаться включить вот этот вот свой вторую систему не первую систему лимбическую вторую систему да это задать вопрос почему нет ну почему нет так это формула неправильно там щечек почему нет все вот это вот cortex включается значит за абстрактное мышление за абстрактную постановку задач за общение в социуме вот это вот все 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 вот эта фронтовая доля вот все про страх поговорили что там у нас дальше что так ну хорошо вот есть еще вот этот кадет да вот эта вот штучка вот она отвечает за сопоставление одного и другого что-то произошло что-то произошло ну там снег пошел ртс пошел вверх так прекрасно ртс пошел вверх вот то есть он собственно мониторит как бы видимые корреляции и дальше конечно есть вопрос что корреляция это не каузация но он его не этот вот кусочек этого не знает вот про про ощущение хорошо тогда про ощущение про ощущение сейчас будет слета следующий домой следующий листик про ощущение последний-последний кусочек который здесь говорится начать сюрприз сюрприз вот этот сюрприз мониторится вот этой частью то есть вот это кори это смотрит на корреляции если она видит корреляции да она начинает генерить какие-то сигналы которые пытаются ну сказать всем все все остальной системе что есть корреляции возможно да возможно ты понял механику на подсознательном уровне а дальше у тебя есть какая-то неопределенность и вдруг ты видишь что есть корреляции так же все это неопределенность больше неопределенность ну потому что пошел снег до rts пошел вверх ну давайте устроим что пошел снег да или там ногой постучу свет зажегся да давай давайте давайте тогда стучать ногой все время и дальше и дальше с мышками собственно сделали так их их затренировали на на то что если там я не помню постучать ногой то страшно не будет да то есть их током бить не будет им вытренировали эту кадет да так что они стали не бояться риска при том что их вроде били током а потом их выпустили в центр комнаты и так-то мышка вообще по стене бежит чтобы ее не хватали а это мы эти мышки выбежали в центр комнаты и кошки на все это вот тренинг такой по отношению к риску то есть а могут за тренировать на каком-то риски что ничего не страшно вот и дальше тогда это работает везде теперь вы играете в рынок и вы чё-то разок угадали другой разок угадали третий разок угадали выводе ну все я все знаю я все для себя понял значит так постучал ногой вышел пошел снег рынок пошел вверх все да у вас ушла неопределенность и вот это вот ушедшие неопределенность она подавила у вас страх и дальше вы начали как бы вот и вы втягиваетесь вот эту в предсказательную часть в угадалку как-то как я называю угадалка говоря это все да вы там уходите из дома и так вот у меня есть счастливый пиджак или там поплевать через плечо и это какая-то ерунда вы в сущности понимаете что это вообще какая-то ерунда ну чего поплевали через плечо на всем же все равно сейчас все продадут или купят правильно не вы не вы же тут определяете это все но тем не менее вы выходите и как у паскаля для пари до паскаль ну а если вдруг да то и поплевать то мне вообще ничего не стоит да а если вдруг этот вот так как то так вот космические силы и вы начинаете плевать и говорить все что ну такой пари до паскаль хотя на самом деле на самом деле в этом есть очень четкое рациональное зерно психологически математическое и вот сейчас мы и сейчас мы разойдемся на перерыв а до перерыва я вам расскажу про книжку которая мне очень понравилось и теперь стало вообще стандартная книжка хотя я нашел в кофешопе покопил кофе набрал кучу книжек по истории в частности набрал книжку которая называлась factor of luck luck вот написал ее ричард вайзман и ричард вайзман ему так повезло в детстве его послали писать реферат про шахматы как было мальчику 10 лет его послали писать реферат про шахмат он шел в библиотеку и свернул не направо в библиотеке она лево и попал в секцию в которой были описаны фокусы и он так увлекся чтоб с этого момента стал фокусник и 18 лет он уже был очень известный фокусник и член magic сокол в великобритании и все и потом в лас-вегасе выступал ну вот все вот у человека жизнь так удалось и он понимал в общем то что все это такое он то понимает как все устроено magic он понимаешь это как-то глаз видит дальше ты немножко человеку подсказываешь дальше вот движение пошел на психологический факультет учиться и стал кандидатом психологических наук и вот он такой magician и кандидат психологических наук и он ездит по аудиториям там рассказывает показывает эти фокусы это так все классно потому что это одновременно и и интересно и опять-таки полезно и вот в какой-то момент он раскладывает конверты и в одном из этих конвертов 10 фунтов и он подходит женщине гнут угадайте и женщина берет этот конверт достает 10 фунтов могут но вы удивлены а конвертами на 20 конвертов вот но вы удивлены на ведь нет мы мне вообще везет по жизни везет по жизни все я всегда выигрываю мы так что значит выигрываю я развел подошел положил подсказал я же знаю что это все мой скилл я это делаю это делаю много раз не с этой женщиной каждый угадывает мой конверт все это мой скилл это мои 20 лет жизни она считает что она просто счастлива по жизни поэтому ее подсказали от конверт и он очень удивился и задался себе задался вопросом как же люди считают что они счет ну вот на кто кто считает что ему везет по жизни а кто считает что ему не везет по жить из чего вот складываются вот эти факторы нет 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 и дальше дальше было так он в газете дал объявлену там по телевизору как-то в газете дал объявление все кто считает что вы счастливые люди напишите мне кто считает что вы не счастливые люди напишите мне до везунчики и не везунчики у него образовалась сам пол 2000 человек и он новый год прекрасно все это мои кролики я теперь буду сейчас выяснять везет им и почему им везет ну первым может они просто умный может тем кому везет они просто умные посмотрели и кью нет нет боится нет дальше может просто они будущее знают ну такой бывает такой ну да не может подсознательно знают но немножко знают вот как раз запустили national лотери в англии собрали номера с везучих максимально выяснить невезучих максимально выкинули невезучие номера из везучих создали очень везучие номера без невезучих все ничего так то есть будущего не знает айкью так себе но что тогда что вот это вот определяет ощущение ну и дальше он собственно дальше он психолог он взял набор психологических тестов но не знаю сажал на хвамара или нет но и дальше он начал жарить психологическими тестами это то сделал это 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 и оказалось что и в жизни это все семейная несчастливы и финансово у них все устроено да и из-за со здоровьем у них неплохо и ожидают они там и вот оказалось что как-то вот хорошо это вот быть и быть удачливым да это как-то по жизни хорошо но это так неудивительно а те кто неудачливый у тех как раз все с качеством жизни было не очень хорошо и финансово не очень из семьей тоже не очень объективный вот есть набор вопросов до объективный объективность никто не знал ничего все дальше они разделились в кластеры то есть кому везет оказался кластер им хорошо по жизни кому не везет оказался кластер им плохо по жизни ну и дальше собственно разговор такой мы понимаем что никому не везет не не везет но что же те которые везет делают правильно для того чтобы их жизнь была лучше потому что в сущности мы же пытаемся чтобы было лучше на что же надо сделать для того чтобы людям было хорошо и дальше начал задавать им вопросы оказалось что есть четыре фактора которые самые главные такие черты поведения у людей которые счастливы по отношению к тем которые несчастливы который ну как-то считают что им везет или не везет первое это ты максимизируешь количество случаев которые с тобой случается если ты не покупаешь вот если ты не покупаешь лотерейный билет ты не выигрываешь лотерею поэтому оказалось что люди которые выйдут они просто очень много покупают лотерейных билетов а дальше у них есть селективная память они не очень помнят что не хорошо зато хорошо помню что не хорошо как бы да первое второе где это у нас второе это они все время пробуют новые вещи да вот мы идем в ресторан заказываем новое блюдо еду в новую страну встречаюсь с новыми людьми потому что в конечном итоге как бы то что с ними происходит это у них очень большой набор людей нет у них очень большая сеть людей с которыми они поддерживают взаимоотношения и вот это вот сеть она покрывает разные стороны жизни поэтому они видят opportunities если ты не видишь этих opportunities да через то что тебе говорят люди которые в твоей сети то ты и в лотерею ты не играть во-первых ты должен играть в лотерею теперь ты должен видеть и по unity да дальше должен играть в лотерею а третье ты видишь и по тюни вот если ты я вообще сегодня все плохо тебя пятерку кинули по 1 под ноги ты прошел и пятерку не заметил и вот это он реально стояла пример такие да вот поэтому первое что должно быть ты должен регулировать свое беспокойство и вот теперь мы возвращаемся обратно к тому с чем мы начали почему так долго рассказывают историю когда вы поплевали через плечо вот вы с ним у вас есть ощущение контроля вот это ощущение контроля она снимает напряжение вот здесь вот и вот здесь дальше вы у вас снялось снялась напряженка у вас по из-за вашего мнимого ощущения контроля но зато теперь вы видите возможности и виде вот эти возможности которые до этого у вас было как на 100 километров в час у вас вот ваши там 20-20 градусов видение впереди да к вы как будто эти с меньшей скоростью увидите все вокруг из-за того что вы видите больше возможностей да вы можете где identify opportunities для себя и дальше если вы устроены так что вы берете покупаете лотерейный билет то вы больше выигрываете поэтому вот это вот странное ощущение потопать ногой поплевать это на самом деле тоже эволюционный механизм до убрать у вас напряжение для того чтобы вы дальше лучше себя чувствовали ну вот дальше есть еще про интуицию да потому что есть довольно много вещей которые вы на разумном уровне так себе решаете у вас есть первая система вот эта лимбическая есть верхняя система до верхняя система на очень дорогая очень хорошая она очень все хорошо считает но к сожалению если ты ей дал что-то неправильно то она неправильно тебе сосчитает а ты же никогда реально не знаешь как на самом деле поэтому довольно часто происходит когда систему отдает в кортекс да а дальше кортекспод делает неправильно реально возвращает обратно к лимбической системе если я не понимаю как устроены шансы и у меня неопределенность то у меня по шорткату все возвращается обратно в лимбическую систему и выходит на стандартные мои механизмы принятия решения и это неплохо да то есть если ситуация настолько не определена что вы не понимаете в какую игру вы играете то включаются ваш эволюционный эволюционный шорткат до которые неплохие и которые на самом деле записаны в вашу интуицию вы смотрите на лицо вы лиц видели очень много у человека есть мышцы да вот и ты человеку дальше веришь или не веришь вы же не гонит смотрите так я этому верю а этому не верю откуда это идет уже не думайте там вот этим местом да как вот ты ему веришь потому что у него тут складочки здесь или там еще что-то или еще что то есть моторика какая-то вот эта моторика на подсознательно поэтому наверно в системе станиславского надо чувствовать что ты играешь потому что иначе вот эти вот штучки не сыграть да потому что поэтому через себя надо пропускать вот ну и все дальше надо ожидать хорошие и это супруговый конфиденц про который мы поговорим и третье надо не затачиваться на на плохом ну произошло там не повезло да вот как как они не повезло прекрасно поведет следующий раз зато я выучил вот это вот это и вот это вот и и вот и это что важно если вы ожидаете хорошие да то есть ваши ожидания это вот в лотереи то что вы ожидаете неважно для лотереи хотя мы сейчас вот об этом поговорим но реально по жизни если вы ожидаете хорошие ведете себя так что к с вами люди общаются так что вы ожидаете хорошие это это подтверждено как бы так и работает если я если я иду на свидание к женщине нас на слепое да и мне скажешь она красавица я прихожу меня так все поднятая к не прихожу и радуюсь я не знаю там она красавица не красавица но я и улыбаюсь она мне улыбается все она сразу возникает контакт и вот и вот и да или я иду и знаю нет она какая-то страшненькая вот и ты как-то ну тебя вроде друг там свел вот и идешь на это свидание наказать сразу ты приходишь где страшненько так и она видишь что у тебя такой вот это да и аналогично у нее в общем то тоже такая же реакция потому что ты-то и в общем то ты тоже в общем то не ну не да и вот это вот ожидание good fortune да это такая тоже часть это такая как бы черта людей которые как бы вот оказались лаки вот значит ну хорошо вот у нас есть вот этот regret до который давит нас который давит нашу угадалку у нас в левом полушарии есть кусочек который все время строит паттерны он все время знает что будет дальше ему показываешь график и он тебе говорит что будет дальше это лимбическая часть нашего мозга мы ее внешне не контролируем она просто есть все вот это надо знать если когда брали вот этих пациентов которым рассекали их мозолистое тело который между полушариями общается одно полушарие а дальше ему показывали ну случайную последовательность так вот тот который они крест-накрест связаны полушария так вот то которое было не левое но в котором нет угадайте вот она велась а также как птички а то которое было правое она себя ввело как человек она все время пыталась угадать не случайную последовательность случайной последовательности эксперимент такой был случайный обратно там случайная последность 80 процентов я не помню там красного или там все синего и 20 процентов белого и идут вот эти сигналы и и птички пом зернышки давали если она угадывала и птичка спустя некоторое время молча говорила синее все то есть два зернышка то есть который 80 процентов она так сначала поболталась немножко потом 80 процентов и неважно что происходит вот а дальше брали людей и люди угадывали 68 процентов они 80 почему потому что они в сами серии все время себе мешали потому что они все время пытались угадать в случайной последовательности какой будет следующее число не говоря молча синие дальше их брали и говорили но дорогой друг у меня к тебе есть беседа вообще-то это случайная последовательность дальше говорили говорили попили чайку и опять запускали человека так вот человек не говорил синее все время аст по-прежнему оставался процент который даже тогда пытался угадать следующие вот и вот это магическое число 68 но 68 процентов она интересна мы его сейчас получим спустя некоторое время но суть в том что есть угадай к это угадай к подсознательная она выстраивает у нас то что мы думаем чтобы будет что будет дальше она строит это по двум точкам по двум то есть не по 3 не по 50 точкам настроить по двум точкам потому что но непонятно почему но вот такой вот такой интересный факт но скорее всего потому что вообще то мы были мы такие макро существа да мы жили в прериях или там в песке у нас были сравнительно простые паттерны если птичка летит по двум точкам ты по ну там камень летит по двум точкам ты параболу строишь там по трем да вот и в общем там вот это наш short short cutting такое но аналоговая система она в общем то очень простая в реальном мире поэтому монотонные паттерны мы угадываем за две попытки любые они монотонные антиферромагнитные паттерны мы угадываем за 8 попыток то есть вот раз два раз два раз два все и дальше я уже знаю как будет на пила пила пошло пошло вот это с этим ничего не поделать это то как у нас внутри устроена это надо знать потому что дальше нас наша система поощрение внутренняя которая сидит на допамине да вот здесь вот еще есть nucleus accumbens который собственно самое главное у нас в когда приходит туда допамина не нас толкают в движении они собственно у нас генерят вот это вот действие и и ответственность за reward на за то что мы чувствуем reward и и вот наша то что мы получаем этот reward да то есть вот мы говорили про сюрприз вот отрицательный сюрприз чувствуется гораздо сильнее чем положительный сюрприз на то есть положительный сюрприз ничего не происходит ну да деньги пришли ушли ушли очень важно пришли не очень важно потому что так система заточена потому что мы очень жестко реагировали на то что что-то меняется в системе потому что мы должны быстро реагировать на изменение системе на чему не выжили и отрицательное она очень важно интересно что на паттерн который повторился восемь раз тоже такое магическое число во есть мы 32 магических числа 38 на почему-то я не знаю почему вот так вот если потом повторился восемь раз а после этого сломался ну так тоже бывает да вот мы реагируем в три раза сильнее то есть наша наша реакция на то что сломалась непропорционально вообще тому что происходит и очень зависит от того как долго не ломалась то есть наш сюрприз отрица наш отрицательный сюрприз не пропорционален и на самом деле мы ощущаем его максимально болезненно и жестко и это такая встряска и в этом смысле мы начинаем закрывать и выходить и все сломалось у сломалась у все потеряно когда что-то произошло вместе которые мы ожидали сейф поэтому покупать вол надо вместе в котором все чувствуют себя сейф ничего не происходит ничего страшного там стоит ноль прекрасно что все думают что 100 ничего не произойдет замечательно там где меньше всего ожидается психологически там будет максимально больно и это даже выходя из того что наверное это место все за шортили потом ну как бы да то есть если мы про кредит говорим давайте шортить spread давайте ну потому что ничего же не будет с именем ничего шортим spread уживается елда становится все меньше и меньше давайте загружать загружать потому что наш таргет ретон 10 соответственно леверич должен расти потому что ничего же не будет и динамика то-то в ту сторону идет и мы же видим этот паттерн смотри банды все вверх вверх и вверх но отсюда как может быть вниз и уже восемь раз вверх то есть ты ты у тебя снимается неопределенность потому что твоя угадай к да она уже построила паттерн все типа нету уже ужаса не будет вот вот это то самое место да где если ты хочешь ловить непропорциональную реакцию ловить непропорциональную реакцию надо там или люди чувствуют себя сейф не там где они волнуются лет ах сейчас все это сейчас вот просядет и это просядет не на это неважно да там риск ретон почти один ловить хвост ну как бы если выстраиваешь хэй человек и ловишь хвост надо там где никто не ждет где максимально дешево и где до он сайда к марк ту маркету мало почему сыграли так замечательно азиатские longwall фанзы до восьмом году потому что они купили protection на кредит который стоил 7 бипсов ничего не стоит в мире 7 бипсов вообще ничего а взлетела все это корея там 600 и потому что все прекрасно с ней же ничего не будет почему суверены стоили 7 бипсов а потом стали стоить там 20 до до европейского кризиса ну потому что все же мы деньги печатаем что же будет плохо то ничего плохо не будет лама и когда ломается там где максимально долго все максимально долго чувствую себя защищенными там собственной реакции непропорционально так ну хорошо но теперь давайте подумаем почему почему 68 процентов кто знает почему что то есть процент ну как бы так как надо думать про 68 процентов скажите ну хорошо а если не 0807 будет другое число мне что какой фибоначчи что за вот это угадалка у вас кстати вот давайте построим матрицу решений белый шарик черный шарик на предыдущем этапе черный шарик белый шарик на сегодняшнем этапе дальше мы решаем что будет за ну как бы что в какую игру мы играем черный шарик белый шарик да и черные шарики выпадают с вероятностью п но там 080705 на а белый шарик с вероятностью единица минус по ну и мы решаем после черного черного как мы же да у нас угадайка мы решаем черный после белого белого мы решаем белый но здесь какой-то черный белый не знаю что будет давайте то ли черный то ли белый с вероятностью альфа на на самом деле одна вторая чтобы просто даже не возиться с этим шум и шум все а теперь давайте построим сколько же раз мы угадали ну как понятно дело что есть какая доля шариков черный черный по квадрат мы угадаем с вероятностью п да вот один член дальше сколько шариков вот этих белых белый белый после этого приходит белый ну понятно единица минус p в квадрате на единице минус p дальше вот эти случаи странные как эти случаи устроены но они устроен так так 2p на единице минус p ну потому что один пришел черный один белый перед этим как часто это происходит п на единицу минус p вот а здесь одна одна вторая п плюс одна вторая единица минус p да вот 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 соответственно вот возникает давайте я прямо здесь это напишет очлини осадку и поставлю здесь п на п минус 1 со знаком плюс без двойки да а это вещь это на самом деле единица минус p плюс p на скобочку п квадрат плюс единица минус p квадрат ну теперь это понятное дело единица поэтому остается вот такая вещь ну и все что здесь интересно ну если вы поставите сюда 08 получится 068 а если вы поставите сюда одну вторую что получится на 2 то есть если приходит черное белое и вы говорите там черное белое и пытаетесь угадать или не пытаетесь угадать у вас одинаково получается то есть если по случайные процессы вы в нем пытаетесь угадать то вам хуже не будет да а если процесс да и обычно когда вы торгуете дельтой у вас обстоит такой же как даун сайт до дельта сто процентов конвексте профиля нету ну то ли вверх пойдет то ли вниз сверху target 05 снизу target 05 все вот у вас такая равная игра черные монетки поэтому пытаетесь вы там угадать не пытаетесь угадать на шортоме хуже не будет лучше тоже не будет на но хуже не будет а если мы теперь сыграем в игру другую а именно вот такую игру да когда мы валом давайте торговать давайте пусть у нас convex profile то есть две трети случаев у нас таких что все по среднем лежит да зато в одной трети случаев над средним и мои шарики это вол большой или вол маленький и дальше я надо начинаю об этом думать и дальше вот это вот моя игра она реально понижает мои шансы по уму моя фея игра была бы какая ну давай продавай или до покупай да ну продавай продаешь зарабатываешь свой ноль ну если как-то там хоть что-нибудь сверху в этом присутствует там клиент удовлетворяешь все прекрасно твой пенал а если ты начинаешь гадать ну потому что неже волатилити кластерин после большой волатилити же идет большая волатилити ну конечно а потом она идет большая большая потом неожиданно маленькая да и ты это все благополучно сливаешь так вот если ты начинаешь гадать вот здесь вот да ты реально делаешь себе хуже и если распределение если твои финансовые инструменты устроен так что распределение твоего гейна и лоса не симметрично да то вот это вот наша угадай к она тебе реально мешает причем в зависимости с какой стороны рынка ты сидишь да хорошо вот с этим я думаю ну хорошо ладно это неважно у нас уведет далеко от этого но вы с другой стороны сидите в у вас у вас знак денег с другой стороны вы покупаете волк все и дальше вы не до конца его покупаете на так прекрасно ну дальше разговор такой что-то еще он хотел интересную сказать а про угадай q ну и хорошо ну скажите мне это не люблю это очень делать меня недавно большой банк ругал за это да как называется паттерн над фриской окраусы на ну вот пошел вниз пошел вниз смотрите давайте подождем первые полдня подтвердится подтвердилось все до грузили прекрасно это да ну все отсюда то только вниз да дальше что происходит дальше значит все вот здесь стали short и чтобы то ни было не происходило вас начинает выжимать на на шорт сквизи дальше вы берете футси за последние пятна просто недавно так было на берете футси за последние 15 лет там или там за сколько надо да и видите оправдали что после больших трех свечей идет вниз в да и дальше мувин гэверич может сверху положить там или еще чего-нибудь там да ну вот правда ли это и не нифига вообще позвать и фритон статистически после трех черных свечей позвать и фритон маленький но позвать а может быть после больших не после больших тоже позвать просто шум такой да но но как-то недавно хотя но оптически же до нас же этому учили ну не знаю там кого нас учили но нас учили учили окей дальше еще какой есть момент интересный про угадай к угадай к она смотрит как она ошибалась не ошибалась перед этим а кроме того она смотрит немножко назад так насколько она хорошо угадывала до этого и у нее так ну как вот все вот это вот этот вот кусок это загруженный по первым дом это 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 другой паттерн среди тогда давайте вот так и вот так и вот здесь вот уже вот так и вот так окей но я же вот это вот они рисую я же я же вам вот такой вопрос задаю с удовольствием послушаю позже так и про математиков вот и про круглого коня в вакууме вот дальше собственно угадай к она смотрит на среднем у меня в речь до своих угаданных случаев в этом смысле ты сидишь перед экраном у тебя там типа графики 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 у тебя мозг как матрица вот так вот типа крути так 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 вот он вот крутит раз попал 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 все он видит два вот это вот дальше взял moving average моего сигнала он типа здесь был такой неплохой и он на самом деле старые не попавшие ценит мало а недавние попавшие ценит хорошо но реально вы и смотрите только на короткую историю потому что вот это то что вам сейчас важно что до этого было вообще не важно да ну конечно же так вот поэтому ваша угадай к нам уверена речь от того что произошло недавно и так у всех у аналитиков для компаний у трейдеров у кого хотите да поэтому четыре положительных квартала это об пять раз угадали earnings это прекрасно и дальше собственно те кто вам подсказывают про ваш и они сдано можно анализировать баланшет меня всегда были проблемы на и у меня есть тот человек до который был начальником строк чиринга юбие со и он всю жизнь занимался long short equity и он очень давно и хорошо анализирует баланшет и и он хорошо анализирует но получается нехорошо вот потому что у нас изначально мы изначально строили наши модели исходя из того что ничего что написано в баланшете не соответствует действительности вообще ничего возможно соответствует но скорее всего не соответствует что можно рулить своими earnings как угодно можно заниматься креатив аккаунтинг можно отролить прибыль немножко вперед можно сглаживать мы учим до корпоратов как сглаживать их они потому что я считаю что вообще-то это хорошо сглаживать earnings да почему потому что лишь фактор становится меньше стоимость соответственно компании становится больше дискаунт фактор меньше на риск да при том что в сущности же ничего не произошло прекрасно это лучше бизнес они хуже бизнес но это есть обратная сторона пять раз сгладили она 6 не хватило и моя вот этот вот surprise все не хватило шесть раз и все и все продается и стоит пять ярдов эта компания ну типа 5 ядов списалась из-за чего то что на копейку пропустили на не 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 функциональненько так вот из-за того что есть вот этому велич есть еще вот такой вот под на качнулась вот если посмотреть на подальше moving average вроде бы об пошло первый сигнал второй сигнал на третий это брейкаут может быть так а может быть не так я не знаю вот с тремя с тремя этими солдатами вот я проверял потому что мне было реально интересно что реально позиция было это я не знаю но но в сущности вы можете себе объяснять такие вещи как механика устроить ладно а почему же нам собственно все это нравится почему же нам нравится угадывать потому что мы предчувствуем победу и ощущение предчувствования победы нам важнее твоего нам вообще важнее чем победа когда ты получаешь 10 баксов это не ощущение по по тому насколько генерится вот здесь вот удовольствие да и допамина меньше чем то когда ты начинаешь ощущать что ты его получишь то есть anticipation он мозгу важнее чем получение поэтому мы все время втягиваемся в игру у нас есть угадалка но окей но она человеческая угадалка у животных же нету человеческой угадалки для того чтобы их толкнуть в игру нужно им сказать ты выиграешь и тебе будет хорошо и вот это ожидание выигрыша она важнее чем выигрыш и когда я предсказываю у меня не складывается у меня давится это эре да у меня остается мало допамина мне становится плохо допамина вообще очень важно вообще за все там как-то кажется ответственно есть такая версия что сколько-то лет назад но много лет назад люди стали есть мясо вот это почему так говорят что связано с тем что допамина стало больше в мозгу вот из-за того что стало больше допамина в мозгу мы стали более competitive и социальные и наше общество изменилось поэтому я знаю довольно много мужчин которым после 40 они перестают есть мясо говорят что мы вообще-то обезьянки мы всегда ели листья давайте есть листья после 6 есть не будем мы будем следить за фигурой ну вот не все так однозначно вот но тот факт что мы ожидаем ты вот пытаешься угадать и тебе уже хорошо вот это ощущение от того что ты угадаешь эти у тебя вот это вот идет да она в она впрыгивает вбрасывает тебе удовольствие поэтому угадалка она угадывает да у тебя ощущение что ты угадал и дальше ты в это во все связываешься да и дальше того что ты видишь много привлекает твое внимание то что то где чего ты видишь много она становится менее рисковым для тебя то есть ну вот был эксперимент эксперимент был такой наделали каких-то слов об абстрактных да и говорят ну что это слова на турецком языке и дальше их начали говорить людям ну скажи какое хорошее слово койт плохой на швед русский колит рубит режет это хорошее слово в турецком или плохой и вот люди сидели слушали а дальше им как-то вот какие-то слова повторяли больше ну потому что они все были ни о чем но какие слова повторяли и люди которые вот которые повторяли вот эти слова больше не да вот это хорошее слово да ну добрая все и вот это вот то что нам повторяется чаще мы воспринимаем как то что мы знаем поэтому стоп который мы видим чаще на котором объема больше поэтому на нем изменения больше на который мы видим больше да мы ощущаем что мы его знаем поэтому компаниями которые у которых офисы на нашей на нашей улице high street shops да мы не торгуем чаще потому что нас ощущение что нам проще предсказать и меньше неопределенность то что мы же их уже знаем поэтому им плавис вкладывают кучу денег и у меня есть но очень хорошая моя знакомая она была мди в бэстонс у нее реально все деньги были в кончен плане бэстонс да и она не все деньги списали потому что ну свою-то компанию мы знаем вот это вот ощущение home name она такой же ну собственно как как тем теми же нейронами отвечает что и и нейроны место до который у у такси драйверов и это дальше мы видим этот сток больше мы чувствуем что он нам более знаком поэтому мы им торгуем и это такое самоподдерживающаяся вещь хотя в сущности никто ничего про этот сток не знает я вспоминаю на моей истории когда на русский рынок смотрел ну там было рау с и был там иркутск энерго там какой-то там или там ну еще что то еще что то да и вот это вот все время там до иркутская с трудом знаю я в тот момент не знал все где иркутск да но тем не менее тоже меня никоим образом не смущал ты идти и ты четко совершенно видишь это так вот ходит и начинаешь реагировать а дальше оказывается что люди которые вот этим вот собственно много торгует на на взгляд да вот они anda performance людей которые мало торгуют в штатах на 7 процентов а там всего там дивиденды ил 5 да то есть даже если ты вот просто купил и держишь ну и возможно рынок сходит так и тогда ты вот свои дивиденды получишь это очень хорошо потому что доллары ставочка 0 сейчас вот и это это вот все создает с одной стороны убивает неопределенность с другой стороны пушит нас на в том чтобы мы ввязались в игру она говорит ты знаешь эту игру да и ну ты же знаешь ну вот же ну вот не бойся ты это уже видел ну другие то ребята же играют все это вот такая пирамида да а а дальше разговор такой вы угадали угадали и у вас ощущение что вы все мастеров и universe вы все знаете и у вас вот это вот ощущение что вы все знаете соответственно следующий раз будет хорошо потом опять хорошо вам качает этот допамин да и у вас появляется мания и люди перестают спать и это мания устроена также как любая другая мания и вот и вот теперь возвращу вернемся к пирамиде все ребята вовлечены да дальше говорят найти есть beginner's luck там первый кто сыграет везет а потом как-то все как-то ломается почему так происходит потому что есть люди которые сыграли и повезло а если люди которые сыграли мне повезло так утром не повезло не дальше не играют но ну не повезло да это профессиональная игра я играть дальше не буду зато те которые сыграли они играют дальше у них появляется их начинает нести им хорошо они добавляют сайс это начинает переть все дальше начинает проиграть ну вот beginner's luck поначалу повезло а у вас просто сам получу резался все урезался ждать вот вот и то есть все твои знакомые играют прекрасно ты немножко попробовал ушло вверх прекрасно чем больше ты на это смотришь тем лучше всем становится чем больше ты об этом рассказываешь тем лучше тебе становится до тренд подтверждается и уже пять дней вверх или там там типа две недели вверх или там сколько-то вверх а хвоста ну а дальше я же вот это знаю до хвоста же нет я его не вижу я не понимаю как устроен хвост я же не могу себе для того чтобы понять и начать пугать человека да ты представь эти деньги все соберут в машины и вывезут и даже центробанк не узнает куда увезли вот эти вот эшелоны рублей бумажных старые напечатки да ну вот если бы вот это вот мы рассказывали бы тогда да тогда возможно как-то внук а дальше еще такой момент а дальше чтобы то к чему мы подходим собственно важно о вы confidence то есть у тебя ощущение что ты все знаешь и у тебя хочется вовлечь в эту игру будет ощущение что ты знаешь это вы confidence это эволюционная черта которая заставляет человека заниматься чем-то хотя он рисковерс вот мы рис я уже стер это вот мы рисковерс да то есть вообще-то мы играем в игру да где вот как бы ну чтобы было определенное количество денег да она была она по идее меньше чем среднее в нашем распределении мы рисковерс мы в общем-то в игры не играем а надо бы играть но представьте 50 на 50 и там то ли рубль потеряешь что ли выигрыш ну чё ты будешь играть ну ты же понимаешь что ты там в аналогичной ситуации готов был 40 заплатить лишь бы только не играть а надо играть потому что иначе не будет ни новых бизнесов не продолжение потомство ничего нового не попробуешь и это и надо вот это вот себя push и вот поэтому вот это отложено играть как бы награда да и ожидание этой награды это собственно то что тебя пушит играть в это и на самом деле создает его confidence то есть вот это ну как бы знакомость угадал к и push и вот теперь вот мы вернемся к этим пи который мы здесь и оставили вот эти вот пи они биологические все эти пи они у нас в мозгу закодированы то есть если мы же за бетонная конструкция то это но это такая арматура на она прописана на подкорке у нас что мы если у равно x топи равно нулю ну да чтоб чтоб что чтобы обернуть вот был разговор про конвекции вот а это такой риск neutral world то есть вот то что ты говоришь это риск neutral world предположим тебе вообще все равно да там ты за риск ничего не доплачиваешь и это собственно ситуация когда ты можешь риск от хеджировать вот в наших там первой лекции до что нам было неважно сколько чего будет стоить потому что мы всю линейную часть выкинем поэтому риск премиума в линейной части нету но но мы психологически мы рисковерс мы это знаем мы знаем что мы рисковерс то есть мы мы же выбрали 500 баксов сейчас они сыграть может быть там вас по на миллиону выиграть хотя в общем то так по уму если бы не были бы рисковерс надо будет туда сыграть потому что там среднее побольше все так вот из это и вот и вот это вот вот это вот наша рисковерсность вот этапе на это на самом деле обратная сторона нашего confidence мы должны быть настолько о вы confident чтобы протолкнуть нас играть в эту игру ну хорошо и того значит что мы выучили завершая мы выучили что не то же самое потерять деньги или сделать то есть наше ощущение не отличаются знаком да если мы сделаем деньги то есть вообще психолог педагогически устроена так если мы делаем деньги мы пытаемся убрать неопределенность поэтому мы всегда если есть вариант сделать 0 или сделать много или получить 15 баксов сейчас мы всегда получаем 15 баксов сейчас хорошо а если у нас есть потери если у нас есть потери то эмоционально то мы нам уже все равно эмоционально плохо и тогда мы выбираем случай в котором возможно я не буду потом себя упрекать если я деньги вот вот то 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 вот штука отросла обратно а я того здесь продал по стоп лоссу потому что меня меня учили в школе что надо быть дисциплинированным трейдером да и поэтому ты половиночку там оставишь там и дальше это все ну и все это вот ошибки куда дальше ошибки кластеризуются поэтому здесь в этой штучке мы лосс в аналогичной ситуации 15 баксов не возьмем да останемся играть но может будет хуже но может оба отрастет обратно в ноль потому что если я так не сделаю то мне будет больно через мой через мой регрет это первое первое дальше что мы еще видим дальше мы видим что если становится там 105 баксов или 110 баксов нам сильно не типа сильно не разницы не делает но на пути вниз делает мы непропорционально ощущаем боль поэтому вниз типа падает сильнее чем растет вверх дальше что мы еще знаем дальше мы знаем что маленькие случаи которые редко бывают но мы их очень боимся мы их боимся не пропорционально тому как они устроены вот мы так биологически устроены и чем менее мы понимаем и чем меньше мы их видели потому что они меньше вероятностные тем больше мы непропорционально их боимся а вещей которые мы видим постоянно но каждый из нас разбил по машине я думаю да вот сколько вот сколько нас здесь сидит там ну там 4 15 там порядка 25 человек да кто вот кто ездя на машине там да не разбил ни разу машину все вот все мы все разбили машину и поэтому мы будем на разбил машину да там ну кто-то сломал там еще что то все мы этого не боимся потому что в сущности да мы мы знакомы с этим риском и тот факт что этот риск происходит убивает гораздо больше народу чем самолеты и чем молнии да и чем взрывы атомных станций мы тем не менее воспринимаем этот риск нормально и поэтому мы педали мы едем на красный свет и ругаемся вот на тетку который вообще водить не умеет а вот а мы то вот зато умеем и поэтому мы там сейчас всех обгоним вот этот риск потому что мы его как риск не воспринимаем воспринимаем но мало мы underestimate этот риск ну и все и теперь поскольку мы вот это знаем как же нам теперь построить функцию до которая будет вот эти вот все вещи описывать у нас и это самая функция да это это часть называется проспект серии было проспект серии потом комьюлити в проспект серии которая поправилась чтобы не быть странной вот и за нее дали нобелевскую премию в тысяч третьем году каниман тверски что экономики вот да вот значит о чем идет разговор это descriptive ну описательная теория она не диктует вот вот это вот средние средние utility она в сущности вам говорила как надо делать если не делаешь ты плохой мальчик да значит ты вот не умеешь думать правильно надо думать правильно а это она пытается описать как есть на самом деле это и другая хороши не то что вот это правильнее это неправильнее просто на разные задачи решать если мы занимаемся паспорт option на тысячу трейдеров которым этот паспорт option продадим да на там десять тысяч сто тысяч долларов сайс и у нас будет усреднение здесь здесь и здесь нам нужно понимать как реально на самом деле они то как я должен был бы думать как каждый из этих тысячи трейдеров да как бы я должен был себя вести вот здесь не надо навязывать природе как надо брать как у природы есть на самом деле но есть тем не менее ситуация в которых я реально должен думать как надо себя вести а не то как я должен себе ну как бы как я хочу себя вести почему ночной дозор лекция называется пошли мы постоянно себя обманываем вот мы постоянно себя обманываем поэтому если вы помните ночной дозор там ну вампир кто-то сзади до зеркало и вот чувак смотрит кабинский сможет зеркалом так так вот что там потому что он глазом не видит ему в зеркало надо посмотреть вот нам нужно зеркало да к сожалению наше наш наша психика но наша как бы центральная система не предназначена играть финансовые игры она предназначена бегать охотиться спасать свой род и так далее так далее но не играть финансовые игры на в которых вот такая неопределенность который мы не заточены поэтому механизм автоматически принятие решения он скорее он часто неверной поэтому нам нужно вынуть этот механизм из подкорки отдать его в корку и дальше его анализировать собственно вот собственно мы должны научиться бороться с этой не определенную как бы с неопределенностью дальше есть разные люди разные механизмы борьбы с неопределенностью у меня была женщина трейдер вообще женщинами трейдер не очень интересно статистически они более прибыльные чем мужчины ну на единицу трейдера да дальше они торгуют реже что возможно связано с тем в поясню как бы почему они более прибыльные а вот и дальше и дальше женщина борется с ним вот вот женщины которых я знаю они борются с неопределенностью так они строят систему они строят систему бак тестируют систему там вот знают эту систему и дальше у них есть дисциплина и они есть следует и вот внутри этой системы они убрали неопределенность потому что они все понимают что дальше будет а то что ты понимаешь тебе не страшно а у мужчин у него больше мачо такая тетюд и при этом он еще ленивый то есть вот два таких как бы момента поэтому собственно мужчинам больше макая мы мы торгуем макро у нас макро view на 12 месяцев ты просто не сделал домашнюю работу какой макро пью на 12 месяц да но неважно это как бы такие вот психологические картинки что вы смеетесь так и есть так вот ладно ну хорошо его значит мы рисуем я сначала нарисую такую интуитивную вещь вот у нас есть н сочетаний и н состоянии да и вот мы сточет я здесь сделать нехорошо и вот мы написали такую функцию ну во первых вот это у она будет вот так вот выглядит как-то плосковато в 00 а начнем с конца да что в проспекте ли собственно по сам на самом деле для нас максималь максимальный интерес сейчас все будет что для нас максимальный интерес на первых там есть два шага разговор такой если я знаю что у меня по-разному отношение к к победе и к поражению да а именно я делаю деньги ли теряю то тогда важно где сейчас то есть это значит как я формулирую задачу это очень важно это собственно момент постановки задачи то есть ты фреймишь себя и находишь где же у себя вот этот вот ноль вот это очень важно потому что ну почему потому что от того как вы видите где мы ну вот лёша вот стакан half full или half empty ну вот как ты считаешь хорошо empty а теперь делаем так а теперь поэтому важно откуда мы считаем обезьянкам давали либо выиграть да там банан либо им давали два банана да и говорили а теперь будем отнимать и обезьянки вообще себя ведут иначе вот так вот то как мы решаем зависит от того как мы смотрим и вот это вот . от которой мы смотрим она очень важно и вот это на самом деле если смотреть это пожалуй самое важное вообще из того из того что приз произошло то есть вот этот фрейминг который одновременно помните был ответствен за за то что были нетранзитивность решений да и то что utility funds функции не работают да то что есть разные перпендикулярно разные философии в мире то есть вот это вот вот этот вот фрейминг он очень важен с точки зрения описания принятия решений вот он здесь вот профигурировал да мы должны выбрать 0 от этого места мы начнем рисовать функцию окей это функцию а это что такое а эта вещь которая говорит но на самом-то деле я же не папа и себя веду да я себя веду по отношению к маленьким вероятностям я на самом деле у меня такое ощущение что большие по гораздо больше вероятности пять раз больше потому что один процент я чувствую как 5 мне страшно потому что тогда раз в 20 лет такое произойдет уже 19 лет не происходило ну все все а если бы это был там 1 туалеток я так что не проживу так еще можно жить нормально поэтому к маленьким вероятности мы должны как-то поднимать до для того чтобы описывать свои решения а средней вероятности мы должны давить на то есть если вероятность случится там там разбиться на машине не разбиться на машину бену не разбиться на машине ну нет как-то это не страшно вот и вот эти вот вот эти факторы омега но теперь на самом деле можно было бы переписать это в в непрерывном пределе да поэтому я это сотру это такая была промежуточная вещь вот ну и как бы вот тут на функцию распределена на самом деле вот внутри какая должна быть функция распределения пи от x да и как-то плохо там как-то вот нормироваться будет плохо и вообще как-то будет вести себя плохо поэтому давайте поступим так вот у нас есть по-настоящему как все описывается кумулятивной функции распределения да она начинается в нуле идет в единицу да и если какие-то есть вещи которые ну такие там скачок скачок тогда здесь появляются дельта функции в плотности а в кумулятивный функции распределения появляются скачки но так или иначе вот эта кумулятивная функция распределения, будет как-то так вот выглядеть, и уйдет она в единицу. Так, теперь это я вас... Нападать не должна? Да, 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 нападать не должна. Я с вами абсолютно согласен. Вот. Выходит она в единицу. Теперь я вас запутал, потому что на самом деле кривую, которую я сейчас хочу нарисовать, это... Вот представьте, что вот это вот кумулятивная функция распределения, да, а это тоже кумулятивная функция распределения. Вот. И будет прямая линия здесь. Ну, вот единица, да. Вот. А теперь я говорю, ну, на самом-то деле, да, я бы хотел как-то маленькие случаи, далекие, не то что маленькие сами по себе, а просто как бы крылевые. То есть, может быть, у меня посередине я никогда не разобьюсь в синей машине с правой дверью, если я буду нажимать на газ при 70 км в час. Да. Вот этот случай у меня как-то мало волнует. Вот. Меня интересуют не просто маленькие вероятности случаев, да, а меня интересуют краевые случаи. Их я переоцениваю, да. Поэтому я буду смотреть на вот эту функцию распределения f от пи, а здесь буду писать, ну, вот некую вот эту омега от f от пи. То есть, не от плотности я это буду рисовать, а от кумулятивной функции. Ну, и тогда, вот если мне правильно это написать, то вместо этой картинки у меня возникнет картинка такая. У меня разные отношения к прибыли и к убытку. и здесь будет d по dx от омега от f от x. Так, скобочка, скобочка. Вот. Вот эта формула, это на самом деле обобщение того, что я перед этим рядик написал, да. Когда у меня есть utilities, я их умножал на вероятности. Utilities на самом деле не настоящие utilities, а вероятности не настоящие вероятности. Вот эта вот вещь, она теперь смотрит на кумулятивную функцию распределения и находит хвосты, то есть там, где, собственно, либо правый хвост, либо левый хвост, да. И говорит, что этот хвост на самом деле более вероятен. Да. И это, собственно, наш психологический, наша психологическая переоценка, да, того, что мы боимся, и поэтому переоцениваем далекие случаи. Ну и вот это, собственно, главная формула проспект серии. И вот если мы начинаем дальше, а дальше мы через лекцию будем говорить, ну хорошо, вот смотри, дорогой, ну все, вот на самом деле сегодняшняя лекция, это максимально далекая, она шестая, да, мы максимально далеко ушли от первой. То есть вот первая была такая, вот давайте на параболу посмотрим, вот кол, вот путь, да, вот мы сегодня максимально далеко от этой точки ушли. И вот теперь мы начнем возвращаться, да. Мы начнем возвращаться и начнем говорить, а вот как же, дальше мы будем говорить про то, что все derivative, дальше мы будем говорить про factor analysis, да, что есть capital asset pricing model, есть многофакторные модели. Как, собственно, инвестор, у тебя есть положительный куртосис или отрицательный, хвосты большие, как должны меняться ожидаемые доходности на бумаге в зависимости от этого. А это очень важно, это портфельная наука такая. И вот она старая, ей 50 лет. И вот для того, чтобы про эту науку разговаривать, нам нужна будет проспект серия, потому что мы по ней будем считать моменты многофакторной науки. Ну вот так. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...